Михаил Найми Глава двадцать восьмая Принц Бетара вместе с Шамадамом появляется в убежище. Беседа между принцем и Мердадом о мире и войне. Шамадам заманивает Мердада в западню. Любовь направит ваши руки, понимание дорогу вашу света мазовит. Мастер закончил свою речь, и все мы погрузились в размышления. Вдруг у входа послышались тяжелые шаги и приглушенные голоса. Через минуту в пещере появились двое вооруженных до зубов солдат. Они встали по обеим сторонам от выхода. Их обнаженные сабли сверкали на солнце. Затем в пещеру вошел молодой человек в богатой одежде. За ним робко семенил Шамадам. А следом шли еще два солдата. Молодой человек был принц. Самый влиятельный и знаменитый властитель молочных кур. На мгновение он остановился у входа и внимательно оглядел лица находившихся в пещере монахов. Затем, остановив свой лучезарный взгляд на мастере, он низко и почтительно поклонился и произнес. «Приветствую тебя, во святой человек. Мы пришли, чтобы выразить свое почтение Мердаду, чья слава разнеслась далеко в этих горах и достигла нашей столицы». Мердад. «Пое имя на устах у всех – все то же, что на песке чертить его. Волной прибрежной смоет имя вскоре. Так Иисус светит оно при первом же чихании. И если ты не хочешь, чтобы чихали на тебя, не на устах ты должен быть, а в сердце человека». Принц. «Но семью замками заперты людские сердца». Мердад. «Хоть сотни может быть замков, но ключ один». Принц. «У тебя есть ключ? Он крайне мне нужен. Мердад. И у тебя он есть. Принц. Увы, ты ценишь меня больше, чем я стою на самом деле. Долго искал я ключ к сердцу моего соседа, но, к сожалению, так и не смог его отыскать. Могущественный повелитель мой сосед, и он хочет идти на меня войной. Я тоже вынужден поднять армию на защиту своей Родины, несмотря на мое миролюбивое расположение. Пусть моя корона и разукрашенные платья не вводят тебя в заблуждение. Я так и не нашел того ключа в складках своей одежды, мастер». Мердад. «Они скрывают ключ, но не владеют им. Со следа твои ступни они сбивают, и руки тормозят, и отвлекают взгляд, и поиск твой напрасен. Принц. Что может мастер иметь в виду, когда говорит это? Должен ли я снять корону и платье, дабы отыскать ключ в сердце моего соседа? Мердад. «Чтоб сохранить их, ты должен потерять соседа. Чтобы соседа сохранить, ты должен отказаться от короны. А потерять соседа, то значит потерять себя». «Принц. Не стану я покупать дружбу по такой безумной цене. Мердад. А себя ты стал бы покупать такой ценой? Принц. Себя? Но ведь я не узник, чтоб покупать свободу. Да и к тому же армия моя отлично вооружена, и сможет меня защитить. Сосед мой вряд ли может похвастаться тем, что его армия лучше. Мердад. Быть пленником у человека или вещи – заключение слишком горькое. С трудом ты можешь вынести его. Но быть заложником у целой армии людей или вещей – то высылка без права возвращения. Ведь зависеть от кого-то – значит быть у него в плену. Поэтому уж лучше зависеть вам от Бога. Ведь быть в плену у Бога – значит быть воистину свободным. Принц. И что же, по-твоему, я должен оставить себя, мой трон и поданных моих без какой-либо защиты? Мердад. Не стоит оставаться без защиты. Принц. Вот поэтому я и держу армию. Мердад. Поэтому ты должен распустить ее. Принц. Мердад. Но тогда мой сосед захватит наше королевство. Мердад. Да, королевство он может захватить. Тебя ж никто не может уничтожить. Две тюрьмы, соединенные в одну, не смогут дать приют свободе. Возрадуйся, если хоть из одной тюрьмы тебя освободят. Но не завидуй тому, кто заточит себя в твою тюрьму. Принц. Я потомок древнего рода, знаменитого доблестными победами на поле брани. Не было такого, чтобы мы первыми начали войну. Но когда враг идет на нас, мы не отступаем и не покидаем поле до тех пор, пока не установим знамя на его территории. Плохой совет ты даешь мне. Подумай только, позволить соседу делать то, что он пожелает. Мердад. Разве не сказал ты, что миром хотел бы дело завершить? Принц. Да, это так. Мердад. Тогда и в битву не вступай. Принц. Но когда угрожают войной, по неволе вынужден принять бой. Только так и можно добиться мира. Мердад. Убьешь соседа, чтобы в мире жить с ним. Нет большой заслуги в том, чтобы с мертвецом жить в мире. Ты попробуй в мире жить живым. И если должен ты вести войну с людьми, чьи интересы с твоими не совпадают, тогда веди войну ты с Богом, который породил весь этот мир и тех людей. Веди войну ты со Вселенной. Ведь многого в ней всего, что в замешательство приводит и смущает, расстраивает планы. Хочешь или не хочешь, входит в жизнь твою. Принц. Что ж делать мне? Я хочу мира, но сосед желает драться. Мердад. Драться. Принц. Ну вот, теперь ты дельный дал совет. Мердад. Да, драться. Но не с соседом, а со всем, что заставляет тебя и твоего соседа воевать. Отчего сосед твой желает воевать с тобой? Не от того, что ты голубоглаз, а у него зеленые глаза. Не от того, что ты об ангелах мечтаешь, а он о демонах. Или, может, от того, что любишь ты его всем сердцем, как себя, и все готов ты разделить с ним? Наряд твой, мой принц. Твой трон, твое богатство, твоя слава и все, что для тебя тюрьмою стало, соседа прельщает твоего. За это он готов бороться. Сможешь ли ты разгромить его, копья не поднимая? Тогда опереди его и объяви войну всем тем вещам. Когда же их ты победишь и от когтей освободишься, когда ты выбросишь их прочь, как нечистоты, тогда, возможно, твой сосед откажется от притязаний и в нужны вложит меч и скажет сам себе, «Будь вещи те достойны, чтоб за них бороться, не выбросил бы принц их столь небрежно». Коль твой сосед упорствовать в безумстве начнет, коль груда нечистот он заберет себе, возрадуйся, что можешь вздохнуть свободно и над участью его пролей слезу. Принц. А как же быть с честью, которая дороже всего на свете? Мердат. Единственная честь для человека — быть человеком, что есть образ и подобие Бога. «Вся остальная честь — то лишь бесчестье. Честь, дарованная человеку человеком, легко забрать и уничтожить. Честь, что мечом в бою добыта, мечом же можно и отнять. Никакая честь, о принц мой, заржавленной стрелы не стоит, не стоит горьких слез и крови пролитой». Принц. «А свобода, моя свобода и моих людей, разве не стоит она великой жертвой?» «Мердат». «Свобода истинная требует, чтоб в жертву принес себя ты самого, и не во власти твоего соседа забрать твою свободу. Да и ты не можешь выиграть ее или защитить. А поле битвы для нее могила. Свободу истинную в сердце лишь возможно завоевать или потерять. Войну вести ты хочешь? Сердцу объяви ее. Разоружи его. Пусть оно сложит все свои напрасные надежды, все страхи и желания, что мир твой в удушливый загон тебе же превратили. Освободив же сердце, станешь ты вселенной шире и сможешь странствовать ты в ней по доброй воле. Ничто тебе уже не помешает. То война единственная, что борьбы достойна. Вступи в нее, и времени не будет на другие войны. И станут для тебя они лишь зверством и происками дьявола, что силы иссушают, сознание твое мутят и заставляют тем самым проиграть великую войну с самим собой. Священную войну. Ее ты выиграй и обретешь бессмертную ты славу. Победа же в любой другой войне все то же, что разгром полнейший. И в том есть ужас воин всех на земле, что оба, победитель, проигравший, потерпят поражение. Хочешь мира? Ищи его не в документах и бумагах. Да хоть на камне высечешь слова, напрасно все. Пирож, что пишет слово «мир», с такой же легкостью напишет и война. А долото, что высекает в камне, давайте мирно жить. Оно же может высечь, давайте воевать. И время камень превратит в песок, бумага истлеет, а перо источит червь, и долото насквозь все проржавеет. Но не властно время над сердцем человека, над престолом святого понимания. Как только понимание твое сердце озарит, тогда победа пребудет за тобой, и мир в том сердце навеки воцарится. Понимающие сердце всегда в покое, даже среди мира, объятого войной. В невежественном сердце раскол. Раздвоенное сердце подходит для раздвоенного мира. А мир на части разделенной, то почва для постоянных ссор и войн. Тогда как понимающее сердце твое едино, мир создаст оно единый. А мир единый, он всегда в покое. Ведь только двое могут воевать. И потому тебе я говорю, веди войну ты с сердцем, чтоб единым оно стало. В награду ты получишь вечный мир с самим собой. Когда же ты увидишь во всяком камне трон, в любой пещере замок, тогда возрадуется солнце и станет твоим троном, и звезды двери гостеприимно распахнут. Когда же в маргаритке ты увидишь медаль или орден, и всех червях тебя чему-нибудь научат, тогда звезда любая высияет медалью на груди твоей, земля тебе трибуной станет. Когда ты сердцем станешь управлять, какая разница тебе, кто телом будет твоим править? Когда вселенная у ног твоих, какая разница тебе, кто тем или иным ключом земли владеет? Принц, слова твои заманчивы, однако не кажется ли тебе, что война – закон природы? Ведь даже рыба в море воюет между собой, а слабой всегда является добычей для сильного. Но я, я не желаю стать чей-нибудь добычей. Мердат То, что кажется тебе войною, всего лишь способ природы, чтоб кормиться и плодиться. Сильный слабому становится едой не реже, чем слабый питает сильного. Кто же слаб тогда, а кто силен в природе? Природа – вот воистину силач. Все остальные немощны, подчинены ее законам, смиренно кружатся они в потоке смерти. И лишь бессмертного причислить можем к рангу сильных. А человек бессмертен, мой принц, и он сильнее, чем природа. И поедает сердце он ее из плоти, для того лишь, чтобы бесплотное в себе освободить. И размножается он для того лишь, чтоб выйти за пределы размножения. Пусть люди, что нечистые желания, чистейшими инстинктами животных оправдывают, свиньями себя зовут, волками или шакалами, или кем-нибудь еще, но пусть не будут позорить ими человека благороднейшее. Поверь мирдаду, принц, и пребывай в покое. Принц, старейшина сказал мне, что мирдад посвящен в тайной магии, и я желал бы, чтобы он продемонстрировал свое искусство, чтобы я поверил в него. Мирдад, если раскрытие Бога в человеке – это магия, тогда мирдад, конечно, чародей. Желаешь доказательства тому? Тогда смотри. Я есть доказательства тому. Начинай же. Сделай то, зачем пришел. Принц, совершенно верно ты угадал. У меня есть и другое дело, кроме как выслушивать твои небылицы. Ведь принц Битара тоже чародей, но только другого рода. И ты увидишь сейчас его умения. Своим солдатам, принесите оковы для этого Бога-человека или человека-бога, и наденьте их на его ноги и руки. Покажите ему и всем присутствующим, как вы умеете колдовать. Как стервятники на добычу налетели солдаты на мастера и принялись заковывать его в кандалы. Какое-то время семеро сидели не в силах пошевелиться, не зная, как воспринимать происходящее, в шутку или всерьез. Майкаен и Цамора быстрее остальных осознали, что происходит, и кинулись на солдат, как два разъяренных тигра. Они уже были выиграли сражение, но тут раздался спокойный голос мастера. Пусть вершат они свое, стремительный Майкаен. Пусть будет, как они хотят, добрый Цамора. Эти кандалы мердаду не страшнее черной пропасти. Пусть шамадам возрадуется, что залатал он власть свою с помощью правителя Бетара. Со временем заплата оторвется вместе с ними. Майкаен Разве можем мы спокойно наблюдать, как нашего мастера заковывают в кандалы, как будто он преступник? Мердад Не беспокойтесь обо мне и пребывайте в мире и покое. Ведь однажды они и с вами поступят точно так же, но лишь себя поранят, а не вас. Принц Так будет с каждым жуликом и шарлатаном, который посмеет насмехаться над восстановленным порядком и властями. Этот святой человек, указывая нашу мадама, законный предводитель братства, а слово его закон для всех. Этот священный ковчег, чем изобилием вы наслаждаетесь, находится под моей защитой. Я наблюдаю за его судьбой. Я охраняю его кровь и имущество. Мой меч отрубит ту руку, что дотронется до него со злым умыслом. Пусть все знают и помнят о том. Обращаясь к солдатам. Выведите этого негодяя вон. Его опасные идеи да не разрушат наш ковчег. Если следовать его пагубным идеалам, вскоре разорится наше королевство и наша земля падет. Пусть же отныне он вещает угрюмым стенам подземелья в Бетаре. Уберите его отсюда. Солдаты вывели мастера наружу. Принца Шамадам последовали за ними, раздувшись от гордости. Семеры шли позади этой зловещей процессии. Глазами они провожали мастера. Их губы пересохли от горя, а сердца разрывались от страданий. Мастер шел уверенно, высоко подняв голову. Пройдя некоторое расстояние, он повернулся к нам и сказал, «Не волнуйтесь, замердады. Я не покину вас, пока не выполню работу, пока я не спущу на воду ковчег и вас не сделаю его командой». Долго еще слова эти эхом отдавались в наших ушах и вместе с металлическим лязгом цепей. Глава 29. Шамадам тщетно пытается переманить монахов на свою сторону. Чудесное возвращение Мирдада. Мирдад дарит поцелуи веры всем, кроме Шамадама. Один день сменял другой, и каждый из них был короче предыдущего. Все отчетливее ощущалось в воздухе дыхание приближающейся зимы. И вот выпал первый снег. Притихшие стояли горы, с головой укрытые роскошным белым покрывалом. Лишь далеко внизу, в долине, виднелись островки сухой травы, между которых стлались серебряные ленты рек, неторопливо несущих свои воды к морю. Казалось, вся природа замерла в каком-то сладостном умиротворении, избавленное от хлопот и волнений. Но в наших сердцах не было того покоя, который обычно приходит с наступлением холодов. Семеро пребывали в смятении. Стоило блеснуть лучу надежды, как тут же нас охватывали сомнения, и надежда сменялась отчаянием. Майка Йон, Микастер и Цамора склонялись к тому, что мастер обязательно вернется, как обещал. Бенун, Химбал и Абимар не разделяли их мнение. Но все ощущали мучительную пустоту и тщетность бытия. Ковчег возвышался холодной и угрюмой, неприветливо взирая на спящую природу. Морозная тишина стояла в его залах, несмотря на неустанные попытки Шамадама привнести уют и тепло. С тех пор, как у Ильи Мирдада Шамадам старательно окружал нас заботой. Он предлагал нам лучшую еду и вино. Но пища не придавала нам сил, а вино не оживляло нас. Он без конца подбрасывал в очаг дрова, но огонь не согревал нас. Он был в высшей степени вежлив и выказывал явное расположение. Но его вежливость и обходительность лишь отдаляли нас от него все больше и больше. Долгое время он не вспоминал о мастере, но однажды он раскрыл нам свое сердце. Шамадам, братья, вы неверно понимаете меня, если полагаете, что я ненавижу Мирдада? Мне жаль его всем сердцем. Возможно, Мирдад не злодей, но он опасный фантазер. Учение, которое он проповедует, абсолютно непрактично и ложно. Его суть трудна для понимания. Оно неприменимо к нашей жизни. И самому Мирдаду, и тем, кто последует за ним, не миновать беды, как только они столкнутся с жестокой реальностью. Я в этом убежден, поэтому и хочу спасти вас. Вне всякого сомнения, язык Мирдада остер, поскольку его отточило безрассудство юности. Но сердце его слепо, упрямо и нечестиво. Мое же сердце трепещет перед ликом Бога истинного, а опыт прожитых лет придает моим словам силу. Кто мог бы управлять ковчегом лучше, чем я? А разве мы не живем долгие годы вместе? И разве я все это время не был вам отцом и братом? Разве наши мысли не осенены покоем, а руки не полны изобилием? Так зачем же разрушать все то, что так долго строили, и сеять недоверие и вражду там, где долго царили вера и уважение? Бессмысленно отказываться от одной птицы в руках ради десятка птиц, сидящих на деле. Мердат хотел бы, чтобы вы отреклись от ковчега, который служил вам приютом и помогал быть ближе к Богу. Который служил вам приютом и помогал быть ближе к Богу. Давал вам все, что может пожелать смертной, и при этом охранял от мирской суеты. И что же он обещал взамен? Сердечную боль, разочарование, непрестанную борьбу и нищету. Небесный ковчег в безбрежной пустоте – это нелепые мечты. Только ребенок выдумывает себе такую манящую невероятность. Разве ваш Мердат мудрее самого Ноя, основателя ковчега? Мне больно сознавать, что вы приняли его бред так близко к сердцу. Возможно, я согрешил перед ковчегом, когда обошел его святые традиции и прибегнул к помощи правителя Бетара. Но я сделал это лишь за тем, чтобы помешать Мердату совершить безумство. Лишь о вас печется мое сердце, и это служит оправданием моему поступку. Я хотел спасти вас и наш ковчег, пока не поздно. И Бог помог мне, вы спасены. Возрадуйтесь же, братья, и возблагодарите Бога за то, что вам не пришлось стать свидетелем бесславной гибели ковчега. Я, например, не смог бы вынести такого позора. Ныне я вновь посвящаю себя служению Богу, Ноя, ковчегу и вам, о мои возлюбленные братья. Будьте же счастливы, как раньше, ведь ваше счастье – мое счастье. Произнеся все это, Шамадам разрыдался. Но его рыдания не нашли поддержки ни в глазах, ни в сердцах наших. Однажды утром, когда по горным вершинам после долгих мрачных дней «Наконец скользнули первые лучи солнца», Самура взял в руки арфу и начал петь. Замерла песнь на замерзших устах моей арфы, Скована льдами навеки мечта моей арфы. Где же дыхание, что песню вдохнет в мою арфу? Где же ладонь, что согреет мечту моей арфы? По мрачной темнице томится она, По мрачной темнице Бетара. Будь же просителем ветер моим, Выпроси песнь для меня у цепей, Мрачной темнице Бетара. Будь похитителем солнечный луч, Мечту для меня укради, У цепей мрачной темнице Бетара. В небе царил я могучим орлом, Был королем я. Правит сова нынче небом моим, И сиротая. Крылья обрезали птицы моей, Мрачной темнице Бетара. Слеза выкатилась из глаз Саморы, Руки его бессильно опустились, Голова задрожала и склонилась низко-низко над арфой. Его слезы дали выход нашему горю, Так долго сдерживаемому, И оно вырвалось на свободу. Мой кайон вскочил, И с криком я задыхаюсь бросился к двери. Саморы, Микастер и я последовали за ним, Через двор к большим воротам, За которые братьям выходить не разрешалось. Мой кайон одним рывком отодвинул тяжелый засов, Распахнул ворота и выбежал на поляну. Мы ринули за ним. Яркое солнце согревало нас, слепило глаза. Всюду до самого горизонта Волнами выступали укутанные снегами горы. Все сияло и искрилось. Над всем миром визела оглушительная, Звенящая тишина. И только скрип снега под ногами Нарушал ее очарование. Холодный воздух обжигал легкие. Но, несмотря на это, Его прикосновения казались нам Ласкающим дуновением. И мы вдруг почувствовали себя Обновленными и возродившимися, Хоть и не прилагали к тому никаких усилий. Даже настроение Майка Йона изменилось. Он остановился и воскликнул. «Да чего же прекрасно дышать!» «Да, просто дышать!» И действительно, впервые мы по-настоящему Наслаждались свободным дыханием И ощущали прикосновение великого дыхания. Мы прошли еще немного вперед, И тут Мейкастер заметил темный силуэт На отдаленной возвышенности. Кто-то сказал, что это волк. Другие решили, что это обломок скалы, С которого ветром смяло снег. Нам показалось, что силуэт Движется в нашу сторону. И мы решили пойти навстречу. Чем ближе мы подходили, Тем отчетливее вырисовывалась фигура человека. Вдруг Майка Йон подпрыгнул и закричал «Это он! Это он!» И это действительно был он. Мы узнали его легкую походку, Его благородную осанку и гордо поднятую голову. Веселый ветерок играл с вкладками одеяния мастера И беззаботно развивал его темные волосы. Горное солнце тронуло его лицо легким загаром, И оно светилось, как драгоценный янтарь. Глаза его темные, полные грез смотрели на нас ласково, как и прежде, Излучая спокойную уверенность и всепобеждающую любовь. Его изящные ступни, обутые в деревянные сандалии, покраснели от мороза. Майка Йон первым подбежал к нему и упал перед ним на колени, Рыдая и смеясь одновременно, и как безумные повторяя одни и те же слова. «Наконец-то моя душа вернулась ко мне». Остальные трое проделали то же самое. Но мастер поднял нас одного за другим, Обнял каждого с бесконечной нежностью и сказал, «Примите веры поцелуй. Отныне с ней вы будете ложиться спать И просыпаться с верой в сердце. И никаким сомнением не будет уж приюта в ваших снах, И вам они уже не помешают на праведном пути». Когда четверо братьев, оставшиеся в ковчеге, Увидели мастера у двери монастыря. Они решили, что это призрак, и страшно перепугались. Но когда он приветствовал их, Назбав каждого по имени, Они опомнились и бросились к его ногам. Все, кроме Шамадама, Который словно прирос к своему креслу. Мастер обнял их, как и нас, за воротами храма. Шамадам глянул на мастера и затрясся всем телом. Лицо его стало мертвенно-бледным. Губы дрожали, а руки тщетно пытались за что-нибудь ухватиться. Неожиданно он соскользнул с кресла и на четвереньках подполз к мастеру. Он обхватил его ступни и, опустив голову, судорожно произнес. «Я тоже верю». Мастер поднял его, не поцеловав, И обратился к нему с такими словами. «Могучий Шамадам трепещет от страха. Страх велит ему сказать, я тоже верю». Шамадам дрожит и преклоняется пред волшебством, Что помогло Мердаду из черной бездны выбраться и из тюрьмы Бетара выйти. Возмездие боится Шамадам. На этот счет пусть будет он спокоен, И сердце вере истины откроет. Вера, что рождена волнами страха, Всего лишь пена на волнах. Со страхом вздымается она, И с ним же убывает. Истинная вера на стебле любви растет, А понимание – прекрасный плод ее. И если Бога ты боишься, Тогда не верь в Него. Шамадам, отползая назад и неотрывно смотря в пол, В своем собственном доме Шамадам стал изгоем и бесстыдником. Разреши мне хотя бы на один день стать твоим слугой И принести тебе еду и одежду, Ведь ты, наверное, проголодался и замерз. Мердад. Есть у меня еда, которую на кухне не готовят. Согрет теплом я, что ни огонь, ни зим, ни одежда не дарит телу. Может, разве Шамадам таким теплом и пищей запастись? Смотри, пришло зимой море на вершины. Вершины рады ему крыться, как одеялом, чтоб согреться. И море тоже рады на вершинах возлежать и ненадолго отказаться от движения. Придет весна, и море, как спящая змея, от сна воспрянет и вернет свободу, Что временно зиме в залог вручил. И снова станет берег омывать, и в воздух воспарять, Блуждать по небу и землю рышать, где пожелает. Но люди есть, что в спячке пребывают всю жизнь, И в их краях всегда зима. И не увидели они еще примет весны. Мир дат примета. Предзнаменование жизни, а не похоронный звон. Как долго спать еще намерен ты? Поверь мне, Шамадам, что жизнь людей и смерть – Ничто иное, как зимний сон. И я расшевелить их ото сна пришел. Позвать на воздух в свободной жизни. Прочь из их берлог. Поверь мне, Шамадам, себе же ради. Шамадам стоял, не двигаясь, и молча слушал. Бенон шепотом напомнил мне, Чтоб я спросил у мастера, как ему удалось выбраться из бетарской тюрьмы. Но язык мой не мог выговорить этого вопроса. Однако мастер сам догадался на него ответить. Мир дат. Бетарская тюрьма уж больше не темница. Отныне в храм превращена она. А принц Бетара больше уж не принц. Сегодня он такой же перегрим, как вы. И мрачная тюрьма Бенон способна превратиться в сияющий маяк. И способ есть уговорить любого принца обнажить главу. Перед короной истины венец свой снять. И даже грохочущие цепи заставить можно небесную мелодию сыграть. Нет чуда удивительней на свете, чем чудо понимания святого. Слова мастера о том, что принц Бетара отрекся от престола, оглушили Шамадама точным громом. И к нашему ужасу в него начались судороги, такие сильные, что мы не на шутку испугались за его жизнь. Вскоре он перестал корчиться, пораженный обмороком, и нам пришлось долго приводить его в чувство. Глава 30. Мастер рассказывает сон Майка Йона. Еще до возвращения мастера из Бетара, Майка Йон вел себя так, как будто с ним случилась беда. То же продолжалось и после. Большую часть времени он держался особняком, почти ничего не говорил, мало ел и редко выходил из своей кельи. Никому даже мне не раскрывал он того, что тяготило ему сердце. Мы удивлялись, что мастер не пытался облегчить его страдания, хотя очень любил Майка Йона. Однажды, когда Майка Йон и все остальные братья грелись в очага, мастер завел разговор о великой ностальгии. Мердат. Однажды некому мужчине приснился сон. Стоял он на зеленом берегу реки, широкой, быстрой и бесшумной. Вокруг же было множество народу. Мужчины, женщины и старики, и дети всех возрастов из самых разных стран. В руках у них колеса были, размеров разных и цветов. По берегу они катали их. И были все одеты в нарядные одежды. Веселились, пели и танцевали. Шум их голосов звучал в одном большом многоголосии. Как море беспокойное, то громче, то тише хор звучал, то уносился вдаль, то возвращался снова. Один лишь он не мог одеждой новой хвалиться, поскольку ничего о празднике не знал. И колеса в руках он не держал, которые катать он мог бы. Ни слова в том разговоре радостной толпы не мог понять он. Как ни напрягал он взгляда, не мог он отыскать среди толпы ни одного знакомого. Смотрели люди в сторону его недоуменно, будто вопрошая, кто сей чудак. Внезапно понял он, что не его тот праздник, что чужой он людям. И ощутил он в сердце своем тоску. И в этот миг раздался грозный рев с другого берега. И он увидел, как люди вдруг упали ниц, закрыв глаза руками и головы склонили. Образовалось два ряда, меж которых проход остался узкий. Тот мужчина один, как перс, стоял среди прохода, не зная, убежать куда, что делать. Взглянув туда, откуда несся рев, увидел он огромного быка, что пламя изрыгал и дым и пепел, и приближался этот бык к нему. Все ближе разъяренный бык, и хочет мужчина убежать, никак не может. К земле прирос он будто, и уверен, что это уж конец. Когда же бык приблизился, дыханием грудь опалив ему, случилось чудо. Герой наш в воздух поднялся, а бык внизу все жарче огнем палил. Мужчина ж поднимался все выше, задыхался он в дыму, но был уверен, ни огонь, ни дым не повредят ему. И через реку перелетел он. Что же, оглянувшись, он увидал? Что бык пускает стрелы и целится в него. Он даже слышал свист их, и слышал треск одежды, пробитые острием. Но ни одна не ранила его. И вскоре бык, толпа, река исчезли, в тумане растворились. Он же дальше летел. Он пролетал над мертвыми полями, сухими каменистыми, где почва навеки солнцем выжжена. И вскоре он на скале высокой приземлился. Кругом все голое, нету ни травинки, ни ящерки одной, ни муравья. Он знал, теперь лежит его дорога к вершине той скалы. Глаза его блуждали по камням, исча среди них дороги безопасные. Но все, что взор его мог обнаружить, лишь узкая и зверистая тропка. Она вела к вершине, но лишь бараны да горные козлы по ней прошли бы, а не человек. Однако путь другой ему судьба, как видно, не укажет. И он пошел по ней. Однако он шагов не сделал сотни, как слева показалась вдруг дорога, широкая и ровная. Уж было хотел свернуть он на нее, дорога вдруг стала многолюдной толпой. С трудом вверх поднималась половина людей тех, а другая половина стремительно катилась вниз. И было то зрелище так дико, так нелепо, как будто насмехаясь друг над другом, они тащились вверх, чтобы оттуда скатиться к уборям, крича при этом и издавая стоны. Понаблюдав за странным поведением людей тех, он решил, должно быть, где-то в горах стоит приют у малешенных, и те, кто вниз катился, несомненно оттуда убежавшие больные. И он продолжил путь свой по тропинке, то тут, то там, о кочке спотыкаясь или попадая в небольшие ямки, но все же неуклонно поднимаясь выше. А толпа редела, затем иссякла вовсе, и дорога теперь была пустой. И вновь герой наш один, как перст на сумрачной горе. Нет никого, чтоб указать дорогу, и некому помочь воспрянуть духом, и силы поддержать, что убывали стремительно. Лишь слабая надежда на то, что он когда-нибудь достигнет вершины, и еще теплилась в душе. И он шагал упорно, выше, выше, повсюду след кровавый оставляя. И, наконец, когда изнеможенный, готов упасть он был, вдруг показалась лужайка небольшая. Он в восторге смотрел перед собой. Травою мягкая и нежная лужайка-то покрыта, а в воздухе разлитые ароматы цветов чудесных. Тот усталый путник почувствовал, что силы покидают последние его. Он опустился на землю, и тотчас сон его осморил. Проснулся от того, что чьи-то руки его коснулись, и раздался голос. «Восстань, у путника! Уж видна вершина! Весна тебя заждалась!» Тот голос и рука принадлежали прекрасной деве, Божьему созданию. Ее одежды белые сияли, и путнику она протягивала руку. И он тотчас с земли поднялся, усталости как будто не бывало, и тело сил полно. Узрел вершину, и ощутил он аромат весны. Он сделал шаг, и тут он вдруг проснулся. Что ж Майка Йона оставалось делать, когда он обнаружил, что лежит в постели, и вокруг все те же стены, а образ девы-то еще хранится под веками его, и помнит сердце-то свежей с лучезарной вершины? Что ж Майка Йона оставалось делать, когда он обнаружил, что лежит в постели, и вокруг все те же стены, а образ девы-то еще хранится под веками его, и помнит сердце-то свежесть лучезарной вершины. Майка Йон, как у жаленой. Но этот сон приснился мне. Это мой сон. Это я видел ту девушку и ту вершину. Теперь их образы преследуют меня и не дают мне покоя. Я стал чужим самому себе. Из-за него Майка Йон больше не узнает Майка Йона. Но сон приснился мне вскоре после того, как тебя увели в Бетарскую тюрьму. Как же ты мог рассказать его во всех подробностях? Что ты за человек, для которого даже сны людские, как открытые книги? Ах, какая свобода там на вершине! Как прекрасна та девушка! И как тусклый невзрачный все остальное в сравнении с ними. Моя душа покинула меня ради них. И только в тот день, когда ты вернулся к нам, и я увидел тебя, моя душа воссоединилась со мной и ощутил я себя сильным и спокойным. Но потом то видение снова посетило меня и увело от меня самого, будто на невидимом аркане. Спаси меня, мой великий брат. Я изнываю от тоски по тому видению. Мердат. Не ведаешь, о чем ты просишь, Майка-Ён. От своего спасителя ты хочешь ли спастись? Майка-Ён. Я хотел бы, чтобы прекратилась невыносимая пытка чувствовать себя бездомным в таком родном и уютном мире. Я хотел бы оказаться на той вершине вместе с той девушкой. Мердат. Возрадуйся же. Сердце твое чисто и тронуто великой ностальгией. А это верный знак, что ты отыщешь страну свою и дом и на вершине с той девушкой прибудешь. Абимар. Умоляем тебя, расскажи нам еще о ностальгии. Как сможем мы ее узнать? Глава тридцать первая. Великая ностальгия. Мердат. Она подобна призрачным туманам. Из сердца изливаясь, она с тем сердцем вместе утекает, как тот туман, что на море спустился, скрывает вместе с морем берега. Туман, лишая ясности виденья, все превратит в туман. И ностальгия лишает сердца чувств, собой заполнив. На вид она бесцельна, бесформенно, слепа, как тот туман. Но как туман, что полон форм неясных, она видна, и цель ее ясна. И схожа ностальгия с лихорадкой. Как лихорадка вспыхивая в теле, лишает тела сил и вместе с тем сжигает яды, что его терзают. И ностальгия, зарождаясь в сердечной ране, истощает это сердце, но поглощает тщетность, суету и все излишки. Она как вор. Ведь вор тайкому кратко и лишает жертву груза, владельца заставляя сожалеть о нем. Она, прокравшись в сердце, ношу непомерную его тайкому носит, оставляя его о том жалеть. И сердце неутешно, и тяжело ему от легкости такой. Широк и зелен берег, где женщины-мужчины поют, танцуют, трудятся или плачут, дни проводя свои. Но грозен огнедышащий их бык, что падать ниц их вечно заставляет, и песни запихнуть им в горло хочет, и склеивает веки их слезами. И широка и глубока реката, что к берегу другому не пускает, и ни один из них не может реку эту преодолеть ни в плавь и ни на лодке. И лишь немного есть таких, что в мыслях осмелится туда переместиться. Почти же все желают оставаться на этом берегу, где есть возможность крутить любимые колеса времени. У человека с ностальгией в сердце нет времени, нет колеса. И в мире спешащем, вечно занятом делами, страдающем от времени нехватки, лишь у него нет дела, и никуда он не спешит. Среди народов разных, одетов многоцветной одежды, на разных говорящих языках, с обычаями разными, себя он видит голым, немым и неуклюжим. И не умеет с ними он смеяться, и слезы их делить никак не может. Они же получают наслаждение, едят и пьют вокруг него. Но он не ест, не пьет, ведь вкус ярчайший будет ему пресным. И все вокруг встречаются друг с другом, и поисками заняты друзей, а он один, как перст, бредет по жизни. Один он спит, один мечтает, один он видит сны. И все вокруг мудрые, знают тайны, а он один неискушен и глуп. У всех есть место на земле родное, и каждый прославляет свой очаг, а у него нет места, о котором он мог бы песни петь, и о котором сказать бы мог «То Родина моя». Весь взгляд его сердечный на брег другой направлен. Сам на поле он кажется в том мире, который будто бодрствует. Он увлечен видением, которое никто из тех, кто рядом, не может ни увидеть, ни сердцем ощутить. Они к нему с презрением относятся, плечами жмут, и тычут в него они, смеясь. Но если страшный их Бог, тот бык, огнем вокруг палящий, на сцену вдруг опустится с небес, тогда все те, что прежде так надменно плечами пожимали, на колени покорно упадут, а он чужак им, над ними воспарит на крыльях веры и к берегу другому улетит, к подножию вершины каменистой. Пустынные унылые земли те, которые лежат под ним, но крылья несущие его, сильные и быстрые, и не дадут упасть ему. И мрачная гора угрюмо встретит его у ног своих. Но сердце веры исполнено, оно неукротимо, бесстрашно в путь зовет его. Усеяно камнями и зверисто, почти неразличима тропа, что вверх ведет. Но руки веры его твердые, и быстрые его ноги, и взгляд остер, и потому отважно взбирается он ввысь. В пути встречает он мужчин и женщин, желающих идти дорогой ровной. То женщины-мужчины, кто отводит для малой ностальгии место в сердце, достичь они вершины светлой жаждут, но проводник их слеп и хром. Ведет их вера, но основана та вера на том лишь, что их глаз способен видеть, а ухо слышать, чувствовать рука и нос вдыхать. Одни едва достанут до лодышки, другие до колен горы дойдут, вскарабкаться до бедер смогут третьи, и кто-то к талии с трудом сберется. Но все они свершают восхождение без веры, и все рано или поздно соскальзывают вниз, и даже мельком не кинут взгляд на светлую вершину. И разве может глаз увидеть все, что можно видеть? Разве может ухо услышать все, что только можно слышать? И разве руки ощущают все, что можно ощущать? А вкус и запах? И только если веру, что родило воображение и божественное, в помощь они зовут, тогда их чувства полны по-настоящему, увидят и услышат, и запахи, и вкусы ощутят, и станут тогда чувства лестницы к вершине. Те чувства, что вера лишены, вести не могут, и не берите их, проводники. И хоть дорога, что они укажут, покажется вам ровной и широкой, на ней лежат коварные ловушки. И кто, идя по ней, вершин свобода достичь стремится, либо погибает, либо скользит назад, туда, к подножью, откуда начал путь свой. Там, страдая, залечивают раны, собираясь в своем кости. Охваченные малой ностальгией, построили они свой мир на чувствах. Но вскоре он им показался душным и тесным, и тогда они решили, что нужно мир пошире отыскать, где больше будет воздуха, пространства. Но нет, что взять другие материалы или мастеров других нанять. Все те же чувства в распоряжении у них, все те же строители и мастера. И только этот новый мир построен, как сразу он становится и тесным, и воздухолишенным, и тоскливым. И этот мир спешат они разрушить, чтобы возвести другой на том же основании. И постоянно так все время строят и разрушают. Только дом, в котором им было бы уютно и свободно, тот дом, который видится во сне им, никак не получается построить. Ведь, желая избежать обмана, обманщикам доверятся они. Подобно рыбе, что прыгает в огонь со сковородки, бегут они от малых миражей лишь для того, чтобы в мираж побольше поверить и вновь обманутыми быть. И кроме тех людей, чью сердце гавань для малой или великой ностальгии, есть люди-кролики, которые тоски не знают вовсе. Они довольны тем, что роют норы, живут в них, размножаются, и в них же землей станут. И норы им кажутся большими, красивыми, уютными на вид. И не нужны им никакие королевства, не променяют они норы на дворцы. Смеются над сомнабулами, шутят, особенно над тем, кто в одиночестве придет, над тем, кто троп проторенных не ищет. И человек в великой ностальгии сравним с орлом в курятнике рожденном, в нем выращенном. Прочие цыплята его считают тем же, что они. Им хочется, чтобы жил он той же жизнью, чтобы нравилось ему пшеном питаться, чтоб перенял у них он их привычки, обычаи и ритуалы. Он же желает жить среди своих собратьев, таких как он, мечтателей, чье сердце снидают грезы и чье сердце помнит бескрайнюю небесную свободу. И чувствую себя орел-изгоем меж теми, кто зовется братья и сестры. Они над ним смеются, его дразнят, и даже мать им вторит. Зов вершин, что подоражит кровь его, все громче звучит, и вонь курятника несносна, и тяжело ему. И он страдает несчастный, одинокий, втихомолку, пока не оперится и не сможет прочь улететь. И вот тогда он в небо вознесется, на курятник свой прощальный бросив взгляд, и на сестер своих и братьев, что радостно кудахчут, и на мать, что роется в земле. Возрадуйся же, мой кайон, то вещий сон тебе приснился, и мир твой тесен стал тебе из-за великой ностальгии, и странник ты теперь. Освободила твое воображение ностальгия из цепкой хватки деспотичных чувств, и верою тебя вознаградила твое воображение. А вера же тебе подарит крылья, возвысит над застойным душным миром и унесет над мертвой пустыней тебя к вершине, где испытание пройдешь и свою веру укрепишь, и от сомнений душу ты очистишь. И вера чистая, провозгласив победу к подножию вершины той, что вечно свежа и зелена, тебя проводит, и понимание в объятия заключит, и вера, выполнив задачу удалиться, и понимание будет шаг твой править, вести тебя к свободе необъятной, туда, где истины, бескрайний, дом Бога и человека обновленного. Ты выдержишь то испытание, мой Кайон. Вы выдержите все. И говорю вам, что оказаться даже на мгновение на той вершине стоит испытаний, а поселиться навсегда то стоит вечности. Химбал. Разве не поднимешь ты нас на вершину, чтобы хоть одним глазком могли мы на нее взглянуть? Мердат. Не торопись, Химбал. Настанет твое время, где я дышу свободно, дыхание лишишься ты. Где я хожу легко, ты будешь спотыкаться. Поверь мне, и тебе поможет вера подвиг совершить. Так учил я, Ноя. Так учу я вас. Глава 32. О грехопадении и о фиговом листе. Мердат. Вы говорили о грехе и знать хотели бы, как человек стал грешником. Вы заявили, что человека создал Бог таким, каким является он сам. И это так на самом деле. Но тут же вы сказали, что грешен человек. Так значит, грешен Бог, и он является источником греха. Здесь кроется ловушка, и не хотел бы я, чтобы вы в ловушку это угодили. Поэтому я уберу ее с дороги вашей, чтобы вы могли ее убрать с дорог других людей. Безгрешен Бог. Конечно, если солнцу грешно делиться светом со свечой, тогда другое дело. Безгрешен также человек. Ведь не грешно свече сгорит на солнце и с ним соединится вновь. Грешно, когда свеча не давит света, а если спичку к фителю подносит, ругаться начинает, проклинает руку, что спичку поднесла. Грешно свече стыдиться света и не хотеть сгореть дотла и прятаться от солнца. И если человек закон не соблюдает, нет в том греха. Грешно, однако, не знание закона покрывать. Да, прикрываться фиговым листом грешно. Ведь вы читали легенду о падении человека. Слова ее наивные и скудны. А вот значение возвышено и тонко. Тот человек, который родился из глубины божественной души, был как младенец, вял и флегматичен. И наделен он был способностями Бога, но как все дети, ничего о них не знал и не использовал. Хотя таланты бесконечны. И как зерно, что возлежит в красивой чаше, жил человек в саду Эдема. Ведь в чаше зерно останется зерном, и никогда то чудо, что в нем хранится, миру не явится. Однако, если в почву зерно то посадить, которое сродни его природе, то треснет кожица, и чудо совершится. У человека же нет почвы, что сродни его природе. Куда бы мог он посадить себя и так раскрыть свои таланты? Лицо его ни в чем не отражалось. Похожих лиц не видел он нигде. И слух его не слышал голоса другого. Ни с кем не бил и сердце унес он. Один, совсем один был человек в том мире, где каждый парой наделен, и путь свой знает, и по нему идет. Чужим себе тот человек казался. Себе был незнаком. Не знал трудов он, забот не ведал. Не знал он о дороге, что каждого ведет. И сад Эдема для него был колыбелью. В ней пребывал в блаженстве безучастном, и ничего не жаждал он. Ведь все, что нужно, имел вокруг себя. В саду же там росли два дерева, древо жизни и древо добра и зла. Он мог до них достать. И все же не протягивал он руку, чтобы сорвать плоды их и отведать. Ведь вкус его и воля, мысли и желания, и даже жизнь его, все было в нем, но спало, спокойно часа ожидая своего. И сам себя раскрыть никак не мог он. Потому помощника пришлось ему создать. Создать ту руку, что направляло бы его и помогало бы ему себя раскрыть. А материалом стал он сам. Подумайте, друзья, откуда помощь могла прийти бы, как не из себя, божественности полного. И это очень важно. И Ева не была иным ведь чем-то. Она его же плотик кровь. И не другое существо, а сам Адам себе стал парой. Так стало два Адама. Он Адам, и рядом с ним Адам-она. И одинокое лицо без отражения приобрело себе и зеркало, и друга. И имя, что человек не вымолвил ни разу, наполнило теперь сады Эдема звучанием сладостным. А сердце, что в груди до той поры молчало одиноко, теперь забилось громко в союзе двух сердец. И так потухшая огнива, столкнувшись с камнем, вспыхнет. И так свечу огня незнавшую зажжетивы, но с двух сторон. Одна из них свеча, фитиль другая. А свет един, хоть кажется, что с разных он горит сторон. Вот так и семя то, что в чаше безмятежно пребывало, нашло себе ту почву, что любовно его взрастит и тайны все раскроет. И так единство из себя не знавшее дуальность породило, чтоб через напряжение и противостояние себя познать оно смогло. И в этом образ верный человека и с Богом сходство, и подобие его. Ведь Бог, сознание высшее, то слово произнес. И слово, и высшее сознание, в союз вступив, святое понимание образует. Дуальность то не наказание, а лишь процесс, который порожден природой единства, необходимый для раскрытия божественности в нас. Как глупо и наивно думать по-другому. Как глупо верить, что подобный огромной важности процесс закончить можно за семь десятков лет. Да хоть за семь десятков миллионов лет. Неужто Богом стать такая малость? Неужто Бог жесток и скуп настолько, что, обладая вечностью в руках, Он человеку дал лишь семь десятков лет, чтоб тот пришел к единству, и в Сат-Эдемо Он вернулся, осознавая полностью свою божественную суть? Да, долог – путь дуальности. И глупы те, кто числом его хотят измерить. Ведь вечность даже звезд рождения не считает. Когда Адам бездейственный и вялый был разделен на половины, тогда он стал активным и движением наполнился, и к творчеству способности раскрыл, и сотворить он мог себя. Какое действие он совершил, чтоб стать дуальным? Отведал плод добра и зла, тем самым разбив свой мир на части, как Бог его же разделил. И все вокруг вдруг стало не таким, как раньше, безразличным и невинным. Хорошим и плохим, полезным-бесполезным, приятным-неприятным, вдруг стало все. Два лагеря, стоящих друг напротив друга, между тем, как раньше, единым было все. А змей же искуситель тот, что его уговорил отведать плод добра и зла. Тот змей, я говорю, никем иным был, как голосом, идущим из глубин, а голос тот, влекущий и всесильный, то зов дуальности самой, активной, но опыта решенной, что хочет действовать и опыт получить. А то, что Ева первая услышала тот глаз и подчинилась, отнюдь не мудрено, ведь для того и создана была, чтоб силы разбудить водами спящие. И много раз вы с замиранием сердца историю читали, как тайком по саду Ева пробиралась. И нервы на пределе, а сердце, как птица в клетке бьется, готово выпрыгнуть наружу. Вот она крадется, оглядываясь в страхе, приседая, чтоб незамеченной пройти. И вот он, плод заветный, лишь руку протяни. И увлажнились уста ее, рука дрожит, едва касаясь плода. Следите вы за ней, дыхание затаив. Вот Ева плод срывает, и сладкий сок той мякоти нежнейшей ей губы орысил. Его кусает, чтобы отведать сладости мгновенной, которая проклятием обернется и вечным, и ее потомкам. И разве не желали бы всем сердцем, что Бог ее предупредил, не дал бы ей свершить поступок безрассудной, чтоб появился в тот момент, когда она уже была готова отведать вкус плода. В истории он так не поступает. Он появляется потом, когда уж поздно, и что-то изменить уже нельзя. И разве не мечтали бы о том, чтобы Адам настолько смел и мудр был, чтоб не поддался ее во искушению и не вкусил плода? И все же Бог им не мешал. И вот Адам, не удержавшись, плод отведался ей. Ведь не хотел бы Бог, чтобы подобие его, да не подобно ему было. Он сам составил план, он сам того хотел, чтоб человек пошел путем дуальности, и волю свою он обнаружил, и свой план, и стал, чтоб он единым с пониманием. Что ж до Адама, то не мог он удержаться, чтоб плод тот не вкусить, предложенный женой. То было просто неизбежно, ведь жена его тот плод отведала. А оба они единой плотью были. Каждый за действие другого отвечал. Разгневался ли Бог, разбушевался, из-за того, что человек отведал плод с дерева познания добра и зла. Бог запретил. Он знал, что так и будет, что человек не сможет противостоять. Да Бог и сам того хотел, но только знал он о последствиях и захотел предупредить, чтоб человек, вкусив плода, был в силах выдержать то испытание. Да так и получилось. Выносливым и стойким оказался человек. И плод он тут отведал и с испытанием столкнулся. А испытанием смерть была. Ведь, став активным, разделенным надвое по воле Бога, не стало больше человека единого. Он умер, уступив другому место. Поэтому и смерть не наказание, а фаза жизни, присущей дуальности. Дуальность тенью наделяет всех. И вот Адам увидел в Еве тень свою. И смерть их жизни тенью стала. Но оба, и Адам, и Ева, хоть по пятам преследовала смерть их, продолжили свой дальше путь без тени, поскольку в Боге жизнь они вели. Дуальность – парадокс, рождающий иллюзию противоречий, как будто борющихся меж собой. Но, говорю я вам, на самом деле, они нужны друг другу, неразлучны, друг друга дополняя, наполняя друг друга до краев. И вместе они стремятся к общей цели, создавая мир, единство, гармонию святого понимания. Иллюзия рождается средь чувства и ощущений. И будет жить она так долго, как долго будут чувства жить. И вот, когда отец позвал Адама, уж после, как глаза его открылись, Адам ответил, «Слышал глаз в саду Эдема я, и испугался я, ведь я был обнажен и устыдился ноготы своей. Решил я спрятаться тогда, а женщина, что создал для меня ты, дала мне плод, и я его вкусил». А Ева же была самим Адамом, его же плоть и кровь. Но вновь родившийся я Адама решила, что оно другое, чем Ева, Бог и все создания Божии. Решила, что отдельно и независимо оно. Но оно иллюзией являлось, другое независимое я. Обманом стала личность, от Бога отделенная, для только что открывшего глаза Адама. Личность, да родилась, чтоб через смерть познал Адам себя, познал себя, как Бога. Раствориться уйдет она, когда померкнет внешний глаз, а внутренний откроется и светом озарится. Хоть избила с толку иллюзия Адама, только все же влекла к себе, собой очаровала. «Так притягательно иметь я собственное, для того, кто не имел я никакого, кто ничего не знал о том, что можно я иметь». И личность иллюзорная Адама поймала его в сети, соблазнила, к себе звала. И несмотря на то, что он стыдился ее, ведь слишком нереальной, неприкрытой она была, расстаться с ней он не изъявил желания. В нее всем сердцем тут же он влюбился, со всей своей изобретательностью вновь рожденной. И листья фигового дерева связал он вместе, сделал он прикрытие себе. И им прикрыл он личность нереальную, ту личность, что была обнажена, чтоб не смогло всевидящее око Бога проникнуть в нереальность. И вот Эдем, блаженные незнания, покинули Адама, листом прикрытого и разделенного на части. И пламя разгорелось между ним и древом жизни. И человек ушел из сада сквозь врата двойные, врата добра и зла. Вернется он назад через единство, через ворота понимания. И к древу жизни уходя, спиной он повернулся. Но древо то увидит, возвратясь. Свой долгий и тяжелый путь он начал, стыдясь себя и наготы своей, и фиговым листочком прикрываясь, свой стыд, чтоб никому не показать. В конце пути придет он снова к саду, но не прикрыт он будет в чистоте и наготове будет любоваться. Случится то не раньше, чем испытания он преодолеет и сможет через грех освободиться от греха. Ведь сам себя погубит грех. И что такое грех, как не листок тот фиговый? Да, грехом является ограда, что разделяет Бога с человеком, что разделяет его я на приходящее и неизменное. Вначале был лишь фиговый листок, затем он превратился в кучу листьев, потом оградой плотной стал. С тех пор, как человек свою невинность от Бога заслонил, он продолжает трудиться рьяно, возводя ограду все крепче, все надежнее, стараясь себя от Бога отделить. Ленивые безмерно рады листы свои латать обрывками заплаток, что их трудолюбивые соседи случайно на дороге обронили. И каждая заплатка на одежде греха грехом является сама. Ведь служит, чтобы стыд увековечить. То чувство, что явилось самым первым и самым сильным чувством человека в момент, когда себя от Бога отделил он. Заботится ли человек о том, чтобы стыд преодолеть? Увы, напротив, он стыд приумножает. Его искусство и учения все, не что иное, как прикрытие стыда, листочки фиговые. Его империи, религии, государства, его национальности и войны. Ничто иное есть, как фимиам, курящийся для фиговых листов. И кодекс чести, то, что истинно и ложно, законы справедливости, его вещественных законов свод, то разве не попытки стыд прикрыть? И то, что он так ценит безделушки и правила навязывает там, где не должно их быть, да и попытки неизмеримые измерить. Ни заплатки, или на сотни раз залатанном листе. И жажда удовольствия ненасытна, тех наслаждений, что полны страданий, и жадность до богатств, что душу точит, и жажда власти, что порабощает, и страстное желание величия достичь, достоинства преуменьшая. Все те же фартуки из фиговых листов. В своих попытках жалких наготу свою прикрыть надел он слишком много на себя. Со временем одежда так тесно кожа приросла, что кожей стала. И вот теперь ему не отличить, где он, а где одежда, что служило ему прикрытием от стыда. Он задыхается и молит о прощении, желая скинуть груз одежд. И много делает он для того, чтобы прийти к свободе. Но, однако, не делает он главного, того, что помогло бы ему свободным стать. Он груз тот не бросает. Желая снять одежду лишнюю, цепляется он с силой за нее. Грядет уж срок его освобождения. И я пришел помочь вам одежда вашей снять, отбросить рваные обноски, передники из фиговых листов, что помогли вы всем, кто тоже хочет от груза тяжкого освободиться. А я же путь вам укажу, но каждый должен сам пройти свой путь, как и не было бы больно. Не ждите чуда, что вас спасет от вас самих. И боли вы не бойтесь. Ведь понимание обнаженное всю вашу боль развеет и в радости экстаз обратит. Лицом к себе вы повернетесь с пониманием. И Бог вас просит, где же вы? И вы не станете стыдиться и бояться, и прятаться от Бога. Вы будете тверды, божественно спокойные. Произнесете вы в ответ «Узри нас, Бог! Вот наши души, наши существа, и мы с тобой едины». Стыдясь, боясь, испытывая боль, мы долго шли изверистой тропою, дорогу и добра и зла, что уготовил нам ты на заре времен. Вперед нас побуждала ностальгия великая идти, а вера сердце поддерживала. Груз же понимания с плеч наших сняла и обмыл раны. И вновь в твое присутствие святое нас привело. Теперь обнажены мы от зла и от добра, от жизни и от смерти. Обнажены от всех дуальностей людей. Обнажены от самых разных «я». «И я, божественная, всеохватная, не нужно прятать нам. Без фиговых листов, что прикрывали нашу ноготу, стоим мы пред тобой. Стыдиться нечего нам, нечего бояться, ведь твоим светом мы озарены. Смотри, едины мы, мы все преодолели. И с бесконечной любовью Бог обнимет вас и тут же отведет вас к древу жизни. Так учил я Ноя, так учу я вас. Глава 33. О несравненная певица-ночь! Как одинокий скиталец, изгнанный из родного дома, мечтает вновь вернуться под очи кров, где провел он самые светлые часы своей жизни, так и наши сердца тосковали и стремились в убежище. Но зимние ветры замели пещеру снегами, и долго, пока не стаяли сугробы, мы не могли в нее войти. Но вот наступила весна. Однажды ночью, когда взор небес был кроток и светел, а дыхание ветра тепло и напоено тонким ароматом распустившихся листьев, мастер отвел нас в убежище. С того самого дня, как Мердаду вели в битарскую тюрьму, никто не заходил сюда. Восемь плоских камней стояли полукругом. Казалось, они тоже ждали и скучали по нам. Каждый занял свое привычное место. Полная луна смотрела на нас с высоты, скользя по нашим лицам, по устам мастера, готовая внимать каждому его бесценному слову. Мы все также обратились вслух, ожидая, что Мердад заговорит. Но он молчал. Горный водопад, шумом обрушиваясь со скалы на скалу, пел в ночи свою громогласную песню. Время от времени до нас доносилась уханье совы и прерывистая трескотня сверчков. Долго сидели мы, затаив дыхание, в тишине, прежде чем мастер поднял голову, открыл глаза и обратился к нам. О, братья! Безмятежная эта ночь, прекрасная и светла. Мердад хотел бы, чтоб песню дивную смогли услышать вы, что ночь для вас поет. Внемлите ее голосу. Воистину ночь бесподобная певица. Из темных прошлого щелей, из светлых замков, что будущее строит, с облаков, из недр земли ее струится голос. Бежит он непрерывная певица. Бежит он непрерывную волной до самых дальних уголков вселенной. Могучий он, словно горный водопад, и кружит вас в своем водовороте. Раскройте уши, чтоб слышать хорошо его могли вы. То, что суета дневная обеспеченно разрушает, ночь неспешная возводит вновь сознанием дела. Волшебница она. Ведь разве луна и звезды не прячутся в дневном сиянии? И то, что топит день в болоте притворства и фантазий, то воспевает ночь повсюду в сдержанном экстазе. Ночные сны растений поют в ее едином стройном хоре. Прислушайтесь к песням небесных светил, что кружатся в небе ночном. Они колыбельную песню поют ребенку, уснувшему сном. В кроватке, сплетенной из марьева звезд, царю, что без трона томится, и свету, лишенному искорки грез и богу в коротких штанишках. Слышишь, заботами полнится наша земля, накормить, напоить стараясь. Дикий лес ее полон зверей, воя, лая, рыча и кусаясь. Птицы волшебные песни поют, и луга дивный стих нам читает, и деревья, что птицам приют дают, о свободе порой мечтают. И событий поток, круговорот, черпает жизнь из колодца смерти. И долины, и вершины, и пустыни, и моря, все томится ожиданием, в Бога веря и моля, чтобы снять с себя оковы, чтобы время стало новым, чтобы Бог хранил любя. Слышишь, матери мира плачут, обливаясь слезами сполна, и отцы мира тоже плачут, захватила их та же волна. Волна горя нахлынула в их дома, когда дети в войну их играют, когда Бога хулят, проклиная судьбу, жизни силы свои пропивают. Говорят о любви, ненавидя себя, когда Бога в себе не знают, проливают кровь ближних своих, призывая ярость потопа. Услышь, как животы их от голода сжались, как распухшие веки болят, как иссохшие пальцы на ощупь остатки надежды найти хотят. И как сильно ранено сердце, на многие части распалось оно. Слышишь, адский мотор грохочет, город надменный упасть готов, тленный оплот его мощи скинет иго своих оков. И ценности прошлых дней падают в лужи грязи и крови. Слышите, молитвы о праведности вместе с криками похоти громко звенят. И дети лепечут нам сплетни, что ужасом душу порой леденят. Юная дева, смутившись, песнь проститутки поет. Старый разбойник, напившись, храбростью воду в ночи воздает. В каждой лачуге, в каждой избе всех племен и народов гимн человеку и его борьбе ночь возвестит у порога. Вот она, чародейка ночь, все песни в одну смешала. Баллады о трудностях, гимны борьбе, песнь, что прохладой ночной дышала. Величава она и бесконечна в охвате. Так глубока и настолько сладка, что даже ангелов хор и их арфы то гомон невнятный, нелепое слово вормотание в сравнении с ней. То победителя песнь триумфальная. Горы уснули в объятиях ночи, пустыни и дюны вздыхают во сне, сбоку-набок глубины вворочаясь. Колыбельную звездом поют в тишине жители вымерших городов. Святая Триада и всеединая воля приветствуют и прославляют все человека, познавшего Бога. Счастливы те, кто слышат и понимают. Счастливы те, кто в одиночестве ночью ощущают себя тихими, глубокими, просторными, как сама ночь. Чьи лица не сгорают от стыда из-за преступлений, совершенных во тьме. Чьи веки не распухли от слез, что их братья из-за них проливали. Чьи руки не чешутся от талчности и желания что-то разрушить. Чьи уши не заложены от едкого шипения, похоти и страсти. Чьи мысли не противоречат сами себе. Чье сердце не является ульем разного рода тревог, что роятся в ночи без конца в каждом уголке времени. Чьи страхи не прорыли ходы в их голове. Кто смело ночи скажет, «Разоблачи меня до того, как настанет день». Кто смело скажет дню, «Раскрой меня до ночи». Да, трижды счастлив тот, кто, оставшись в ночи один, чувствует себя с ней в единстве, таким же безмолвным, таким же бесконечным, как она. Лишь ему ночь свои славные песни поет. Дружите с ночью, тщательно омойте сердца кровью своей жизни и вручите его вы ночи. Доверьте ей заветные мечты, к ногам ее амбиции сложите. Все те желания, что держат вас, отдайте ей. Неуязвимы станете для всех дневных метаний, и ночь вам будет подтверждением перед людьми другими, что победили вы, что вы превозмогли. И пусть вас лавина обманчивых дней уносит все дальше и дальше. Доверившись ночи, вы дружите с ней и невоязвимы для фальши. Во мраке ледете по горной тропе, стремитесь к вершине высокой. Доверившись ночи, верны вы себе, и стой не собьетесь дороги. Мишенью ли стали для злостной молвы и в двери стучится сомнение. Доверившись ночи, уверены вы в высоком своем назначении. И с верою той всемогущей вы день покорите грядущий. Услышьте, как стучит ночное сердце, то бьется сердце человека обновленного. Будь у меня слезы, я дал бы их этой ночью всем звездам небосклона. Я дал бы их каждой песчинке во Вселенском океане. И ручейку, что весело журчит, кузнечику, что громко так стрекочет, фиалке, что, качаясь на ветру, свой аромат нам щедро изливает. Порыву ветра, скалам и долинам, травинки каждой и всему тому, что внемлет ночи и покоем дышит, и излучает красоту. Я бы пролил слезы, прося прощения за людскую злобу, неблагодарность и невежество. Ведь человек – служитель отвратительных богов, богатства, власти, разрушения, так занятыми, что не достает ни времени, ни сил ему, чтобы уделить внимание капельку желаниям другого, услышать хоть на миг другого голос. Лишь свои желания он исполняет, и лишь голос свой умеет он услышать. Ужасны планы человеческих богов. Они хотят мир сделать скотобойней, где человек – убийца сам и тот, кого должны забить. И так от крови пьяные, что пролили в бою, своих же братьев люди убивают и верят, что палач достоин больше всех благ земных и всех богатств небесных, чем убиенный. Несчастные обманы жертвы. Разве превратится волк в ягненка, коль станет на куски он врывать волков? Разве превратится змей в голубку, поедая своих собратьев, все таких же змеев? Разве можно, убивая, радость унаследовать без примеси страданий? Разве может ухо, заткнув другое ухо, лучше слышать гармонию? Разве может глаз, закрыв глаза другие, увидеть больше красоты? И разве есть на свете люди, которые могли бы исчерпать блаженство хотя бы часа одного или вина и хлеба, света и покоя? Земля родит не больше, чем может прокормить. А небеса не клянчат и не крадут они материал для своего восстановления. Лгут те, кто говорят, что если хочешь быть в достатке, убей и унаследуй имущество того, кого убил. Как может процветать он на слезах, на крови, на страданиях тех людей, которые в любви не преуспели, не насладились молоком земли и медом и не познали прекрасную небес заботу? Лгут те, кто говорят, что каждый народ или племя за себя само лишь. Могла бы многоножка хоть шаг шагнуть, будь каждая нога ее сама себе хозяйка в противоположном от ног других стремилась в направлении, или пыталась бы загородить движение, или хотела бы сломать соседей. Ведь человечество большая многоножка, а ноги ее нации, народы и племена. Лгут те, кто говорят, что управлять людьми почетно, а подчиняться стыдно. Это ложь. Разве осла, погонщик, невидом хвостом, а спином? А надсмотрщик тюремный не прикован ли к самой тюрьме? На самом деле осел ведет погонщика, а заключенный тюремщика в темнице держит. Лгут те, кто говорят, что быстрой жизни бег лишь для способных бегать, а правы только сильные. Ведь жизнь отнюдь не есть соревнования сильных и умелых. У вечной калеки чаще цели достигнут, чем здорово их собрат, а воин может пасть от комариного укуса. Лгут те, кто говорят, что справедливость лишь наказание можно защитить. Ведь зло за зло в добро не превратится. Оставьте зло в покое, со временем оно само себя разоблачит. Но люди легковерны, слепо верят своим жрецам верховным, выполняют свято-капризы Бога денег и его приспешников, тех скряг и скупердяев, что миром на неправит. В то время ночь поет, освобождение славит, и Бог единый с нею заодно, но человек тому не верит и боится. А вас, друзья мои, они зовут лжецами, безумцами и ловкачами. Но на неблагодарность человека не стоит обижаться, и на смешки, что жарит ваше сердце, не кляните. Трудитесь с радостью, любовью и терпением, ведя людей к спасению от них самих и от потопа крови и огня, который может обрушиться на землю. Настало время остановиться и перестать друг друга убивать. Луна и солнце, звезды устали ждать, когда же их увидят и услышат, когда же их поймут и азбуку земли узнают, дороги космоса пройдут, запутанную нить времен распутают, аромат вселенной впитывать начнут, когда темницу боли разрушат навсегда, берлогу смерти разорят, хлеб понимания научатся вкушать. и человек, что Бог в пеленках, их сбросит наконец и станет Богом. Настало время уж остановиться и грабить, перестать и воровать. Пора, риды людские, сомкнуть во имя новой общей цели и новую задачу пора уж выполнять. Огромна та задача непомерна, но путь во мраке озарен сиянием победы сладостной. В сравнении с ней все тускло, ничтожно и банально. Да, настало время, уж провел час, но звук тот был услышан немногими, а остальным придется другого разождачить, другой зари, когда им будет зов. Глава 34 О материнской яйцеклетке В тиши ночной Мердад вам предлагает о материнской яйцеклетке поразмыслить. Пространство вместе с тем, что есть внутри него, все то яйцо, а время скорлупа. Вот образ материнского яйца, подумайте о нем. Яйцо окутывает макробог, как воздух окружает землю. Тот бог, что развивается наружу, та жизнь, что бестелесна, бесконечна и невыразима. Внутри яйцеклетки микробог живет. Спиралью внутрь он направлен, представляет жизнь овеществленную и тоже бескрайнюю и несказанную. И хоть оно по меркам человека неизмеримо, все же есть границы у материнского яйца. и безграничности касается оно со всех сторон. И все, что существует во Вселенной, что в ней кружится, есть не что иное, как яйцеклетки времени и пространства, в которых микробог живет, но только на разных стадиях раскрытия. У человека микробог владеет гораздо большей широтой в пространстве и времени, чем микробог животного. А у животного яйцо то больше, чем у растений. И по лестнице творения, так далее спускаясь, оно все меньше. И мириады этих яйцеклеток, которые собой представляют все сущее, невидное и видное, так расположены в утробе материнской, той материнской общей яйцеклетки, что большее в длину и ширину в себе содержит меньшее. Пространства их пересекаются и так до самого центрального ядра, все меньше и меньше, до бесконечно малой точки центра. Яйцо в яйце, утроба, что в утробе, которое в утробе, их так много, что человеку их не сосчитать. И все то Богом рождено. И это и есть вселенная, друзья мои. Я чувствую слова мои нетвердые, ненадежные для вашего ума. И рад я буду надежными и крепкими ступенями их сделать, чтобы слова любые для вас бы стали крепкими ступенями на лестнице, ведущей к пониманию. И если вы хотите вершин достичь и глубину и широту познать, ловить вам должно больше, чем слова, и слушать не одним умом лишь. Слова всего лишь вспышкой зорница, что озаряет горизонт, но не зорница ведет вас к горизонту, много меньше она тех дали, что к себе влекут. Поэтому, когда я говорю вам о чреве и о яйцеклетках, о макробоге и о микробоге, не буквы слушайте вы, следуйте за вспышкой, но не смотрите неотрывно на нее. Тогда слова мои дадут вам силы, и если понимание хромает, на крыльях вознесут его. Взгляните на природу, что окружает вас. Не следует ли разве ее строение принципу утробы и принципу яйца? Да, в яйце найдете ключ к творению всему. Утроба ваша голова и сердце и глаза. Утроба это семечко любое и каждый плод его. Утроба это капелька воды и семя каждого живого существа. Обесчисленные сферы, идущие мистическим путем на небосклоне, разве они не есть утробы, что в себе содержат коктейль волшебной жизни, микробога, на разных стадиях раскрытия. Ведь постоянно жизнь выходит из утробы и возвращается туда. Воистину чудесен, непрерывен процесс творения. и жизни ток с поверхности огромной яйцеклетки стремится внутрь ее, из центра жизнь стремится постоянно на поверхность. И так растет во времени и пространстве и переходит микробог все дальше, все дальше от центрального ядра, утроба за утробою, от низших ступеней до возвышенных вершин. И это жизнь иерархия. Те существа, которые внизу, совсем малы, а высшие же больше расширены во времени и пространстве. И время, нужное для перехода от яйцеклетки к яйцеклетке, иногда растянуто на целую эпоху. В другом же случае оно всего лишь миг. Идет процесс творения до тех пор, покуда материнского яйца не треснет скорлупа. Когда же это произойдет, тогда и микробог сольется с макробогом. Так жизнь течет, ее прогресс и рост, но не для разумения человека. Ведь рост людей увеличение в объеме, прогресс же продвижение вперед. На самом деле рост есть расширение во времени, пространстве, повсеместно, во все стороны. Прогресс, движение, направленное равно повсюду, во все стороны, и так же назад, как и вперед, и вниз, и вверх. Предельный рост, то выход за пределы пространства, а прогресс предельный, то времени обгон, и выход за его пределы, сливаясь с макробогом, обретая его свободу от всего, от времени и от пространства, дивную свободу, которая единственная в праве свободы называться. Такова судьба, что человеку готова на. Подумайте, братья, хорошенько над этими словами. И пока вы душою всей и всею кровью вашей не ощутите вкус и аромат всех слов, пока вы не вдохнете, как воздух их, который насыщает вам тело жизнью, до тех пор бессильны освободиться и устремление других освободить лишь станет новым звеном в оковах ваших. Мердат хотел бы, чтобы вы поняли, чтобы научить могли других, всех тех, кто жаждет понимания. Мердат хотел бы, чтобы вы освободились, чтобы смогли вести других к свободе, ту расу, что желает превзойти и стать свободной. Поэтому он больше расскажет вам о принципе яйца, утробы материнской и всего того, что сказано о человеке. Все яйцеклетки существ любых, что ниже человека, поделены на группы. Для растений столько яйцеклеток, сколько видов самих растений. Развитые виды в себя включают тех, кто развит менее. Все тот же принцип действует и у животных, у рыб, у насекомых. И всегда те, кто развит более, в себе содержат всех нишах, вплоть до самого центрального ядра. И как желток с белком яйца обычного, цыпленку пищи служат, чтобы мог он расти и развиваться. И яйцеклетки те, что в большом заключенной яйце, питают микробога, помогая ему развиться. И в каждом следующем яйце микробог находит пищу времени-пространства чуть-чуть другую, нежели была в яйце предшествующем. Отсюда разница в размерах во времени-пространстве. Разреженный в бесформенном газу, он концентрируется, близко к форме он подходит в жидком состоянии, тогда как в минералах он обретает форму и остается в ней, лишенной всякой жизни, той, что в высших формах очевидно. Во фрукте форму принимает он, способную расти, размножаться и ощущать. В животном он способен к чувствам и движению, потомство производит, у него есть память и зачатки мысли. Но в человеке ко всему тому он личность обретает и способность размышлять и выражать себя и созидать. Конечно, созидание человека в сравнении с божественным лишь домик, что детскую рукою из карт построен, в сравнении с великолепным храмом или дворцом чудесным, чудо-зодчим, построенным для вас. И все же человек творец, и в этом нет сомнения. И каждый человек яйцом становится отдельным, себе уже подобных не имея. И тот, кто больше развит, заключает в себе уже того, кто менее развит, плюс всех животных, также всех растений до самого центрального ядра. А тот, кто будет всех превыше развит, а это обновленный человек, в себя вберет людей всех, ибо будут они все меньше развиты, чем он. Размер яйца любого человека очерчен широтой горизонтов во времени пространстве. Сознание времени одних вбирает в себя лишь краткий миг, со дня рождения до нынешних времен, а горизонт в пространстве очерчивает то, что глаз их может видеть. Другие же во времени расширены от незапамятного прошлого до будущего, что очень далеко и занимают в пространстве не столь большое место, что глазом все не охватить. И пища, что идет для их развития, одна и та же, но способности ее усвоить у всех различны, ведь ни из одной они на свет евересейца клетки, и не одновременно, потому по-разному расширены в пространстве, да и во времени они, и нет двух одинаковых из них. С одного стола, так щедро и богато перед всеми накрытого, одни вкушают злато, чистоту и красоту и сыты, другие же наесться этим золотом хотят и остаются голодны все время, и охотник, увидевший оленя, лук натянет, чтобы его убить и мясо съесть. Поэт, того же увидав оленя, на крыльях воспарит мечты и улетит в пространство, времена такие, которые охотнику не снились. Майка-йон, живущий в одном ковчеге вместе с Шамадамом, мечтает о свободе беспредельной, а Шамадам в то время занят тем, что более и более стреножит себя цепями времени пространства, и звенья новая для тех цепей кует. Воистину, делясь одною крышей, они так друг от друга далеки. Майка-йон в себе содержит Шамадама, но Майка-йона не содержит Шамадам. И потому-то Майка-йон способен Шамадама понять, а Шамадам не может Майка-йона уразуметь. Жизнь человека обновленного коснется жизни любого человека всесторонне, ведь жизни всех людей она содержит. Тогда как жизнь любого человека не может охватить жизнь человека обновленного со всех сторон. Для самого простого человека тот победитель кажется простым. Для человека смелого рассудком он будет смел, умен и многогранен. Но всегда в нем будет что-то, что сможет человек лишь обновленный понять, такой, каким он сам является. Отсюда одиночество его и ощущение, что нет мира он всего, хотя живет он в этом мире. А микро-бог не хочет быть в границах. Он постоянно об освобождении мечтает. Он вечно точит скорлупу, на волю рвясь из плена времени пространства, используя свой разум, во много раз превосходящий разум человека. И называет человек инстинктом микро-бога низших всех существ. У человека это здравый смысл. Зовется даром предвидения у высших он людей. Но все это одно, и это больше, чем все названия вместе взятые. Это сила безымянная, зовут ее в миру обычно Духом Святым. Но Мерда зовет ту силу Духом Святого Понимания. И первый человека Сын, который разрушил скорлупу времен и пересек пространство, воистину зовется Сыном Божиим. И понимание его своей Божественности уместно называть Духом Святым. Но знайте точно, что вы тоже дети Бога. И вас тот Дух Святой свой путь отыщет. Идите вместе с Ним, Ему вы не противоречите. Но до тех пор, покуда оболочку вы не разбили времени пространства, не позволяйте никому сказать, что Я есть Бог. Вы лучше говорите «Бог есть Я». И это вам поможет обуздать надменность, и пустые образы не станут ваше сердце истязать и воевать против работы Святого Духа в вас. Ведь большинство людей ведут работу против Святого Духа, сами отдаляя свое освобождение тем. И чтобы время покорить, вы с ним должны бороться временем. И пространство, что просеять, позволяйте пространству поглотить пространство. Играть же роль любезного хозяина для них, в плену их добровольно оставаться и быть пристанищем для бесконечных гримас добра и зла. Но тот, кто отыскал судьбу свою и жаждет воплотить мечту, тот время не тратит даром, не играет в игры со временем, в пространстве не блуждает. За время, что отпущено для жизни одной, он может пережить эпохи и покорить огромное пространство. И он не ждет, когда явится смерть и унесет его в яйцо другое. Он верит в то, что жизнь ему поможет пробить одновременно оболочки множества яиц. Для этого должны освободиться вы от всего владеть и чем ныне, чтоб время и пространство ваше сердце не сдерживали. Ведь большим обладая, тем более вы этим одержимы. Чем меньше обладаете, тем меньше оно вас держит. Освободитесь от всего. Лишь веру, любовь и неустанное желание достичь свободы через святое понимание с собой вы возьмите в путь. Глава 35 Искры на пути к Богу Мердат В безмятежности ночной Мердат вам на пути рассыплет искры, что путь ваш к Богу озарят. Избегайте споров Истина есть аксиома и доказательства и не нужны. Коль скоро что-то на помощь доказательства зовет, оно же будет тем доказательством на голову разбито. Ведь доказать что-либо значит не принять другое, а доказать другое значит первое отвергнуть. У Бога нет противоречий. Как можете вы подтвердить его или опровергнуть. И если вы хотите истину вещать, язык ваш да не будет ядовитым вонзающим клыки, не будет флюгером верклявым или акробатом или мусорщиком тем, что подноготную смакует. Слова произносить вам должно лишь для того, чтобы освободить безмолвно. безмолвно будьте, чтобы себя освободить. Слова есть корабли, что бороздят пространство и пристают к различным берегам. Следите же за тем, чем нагрузили вы их, ведь для того, чтобы прямо курс держать, весь груз у ваших живорота не оставят. И поиски себя для сердца, что метла для дома. Сердце чистое, освобожденное от груза, то крепость непреступная. Чем кормите людей вы, тем вас они поподчуют в ответ. Будьте пищей полноценной, коль не хотите отравленными быть. И если сомневаетесь вы в следующем шаге, тогда остановитесь, на месте стойте, не двигаясь вперед. То, что не любите вы, так же вас не любит. Любите вы, и тем такое же чувство подарите другому, и на пути у вас преград не станет. И самая большая неприятность это считать что-либо неприятностью. Решайтесь или все иметь, или ничего. А середины просто нет. Любое на пути препятствия предупредить о чем-то вас желает. Внимательно вы знак тот изучите. Преграда обернется маяком. Примота сестра родная изворотливости. Одна короткая дорога, а другая трапа в обход. Терпение проявляйте к тем, кто движется изверистой дорогой. Терпение здоровье вам приносит, на вере, если зиждется оно. На кали вера вам не помогает, терпение парализует вас. Быть, чувствовать и думать, воображать, а после знать, таков порядок главных состояний в потоке жизни человека. Остерегайтесь воздавать и принимать хвалу, пусть будет даже искренне она. Как лесть, не слушайте ее и не произносите ее коварных обещаний. Вы в долг берете все, что отдаете, пока вы думаете, что даете. Воистину не можете отдать вы ничего, что вашим было бы. Вы отдаете людям то, что бережно для них хранили. А то, что ваше лишь и только ваше, не можете отдать при всем желании. Уравновешенными будьте, и тогда примером станете вы для других, и, глядя на вас, начнут другие люди мерить, оценивать себя. Нет бедности и нет богатства. Искусство лишь увидеть пользу в том, что есть, затем умение ее извлечь оттуда. По-настоящему же беден тот, кто не умеет использовать все то, чем обладает. Богат же тот, кто пользу извлечет с того, что есть. И даже черствый хлеб заплесневелый богатство может стать неизмеримым. Подвалы же, заваленные златом, способны бедность перенести такую, что будете беднее нищих. Не колеблитесь вы у перекрестка дороги, где расходится. Любую выбирайте. Для сердца Бога ищущего верным окажется любое направление. И к каждой форме жизни относитесь почтительного и с благоговением. Ведь даже в самом малом и ничтожном скрыт ключ к значительному и большому. Все, что родила жизнь, значение имеет. Она так совершенна и так мудра, что времени не станет зря терять, творя безделица пустые. Чтоб выйти в мир из мастерских природы, явление ее любви достойным должно быть и работа кропотливой. Разве ж не достойно то уважения вашего. Коль комары и муравьи достойны почтения, любви и уважения. Насколько большего человек достоин ваш друг и брат? И никем вы не пренебрегайте. Уж лучше всеми быть отвергнутым, чем в душу свою пустить презрение кому-то. Ведь человека презирать, то значит презреть и микробога в нем, а значит презреть его в самом себе. И как аэронавт небес достигнет, коль презирает он тот шар воздушный, что ввысь его один нести способен. Чтобы увидеть то, что под ногами, смотрите вверх. А чтобы увидеть то, что наверху, взгляд к низу опустите. Спускайтесь вниз настолько глубоко, насколько вверх прошли. И равновесие тогда не потеряете. Сегодня вы ученики, но завтра учителями станете. И будьте прилежными учениками, чтобы учителями мудрыми вам быть. И не стремитесь выкорчевать вы все мира зло, ведь даже сорняки подчас бывают добрым удобрением. Усилия, что тратятся впустую, способны умертвить того, кто их предпринимает. Вы высокие мощные деревья поодиночке лес создать не могут. Им нужны лианы и кустарник и низкая трава. Лицемерие возможно скрыть на миг, но не разоблачить и уничтожить. Страсти темные растут и размножаются во тьме. Пустите на свободу их, на яркий свет и этим положите конец их размножению. И колеслицемеров тысячи хотя бы одному удастся вам помочь стать честным. Радуйтесь, велик же ваш успех. На небесах маяк зажгите, но не зовите людей его увидеть. Те, кому действительно свет нужен, в приглашении не нуждаются. мудрость ноши тяжкая для мудрого наполовину, так же, как и глупость для дурака. Так помогите наполовину мудрым сношей их, а дураков оставьте во в покое. Наполовину мудрый дурака научит лучше, чем вы смогли бы это сделать. Казаться будет часто вам, дорога ваша непроходима, одинока и мрачна. Но не теряйте волю и вперед шагайте упорством и терпением запасясь. За каждым поворотом новым вы новых обнаружите друзей. В пространстве бездорожном нет троп нехоженных, и коли редкие следы, дорога безопаснее будет, ровной, прямой, хотя и труднопроходимой местами, одинокой. силы высшие дорогу тем укажут, кто хочет видеть, но нельзя заставить пойти по ней. И помните, что вы проводники. Чтоб вывести других туда, куда им нужно, проводника самим иметь необходимо. Так доверяйте же своим проводникам. И многие попросят «Укажи дорогу нам». Но мало есть таких, кто скажет «Веди нас, умоляем, веди нас по пути». Всего лишь несколько людей, идущих путем преодоления, и это уже много. Ползите там, где вы не можете идти. Идите там, где вы не можете бежать. Бегите там, где вы не можете лететь. Летите там, где вы не можете заставить Вселенную вас внутри остановиться. И не один раз, и не два, не три, а сотни раз должны вы поддержать того, кто спотыкается, пытаясь за вами следовать. И руку подавайте, его вы поднимаете до тех пор, пока не перестанет спотыкаться. И помните, детьми, когда-то были и вы сами. Умы из сердца свои прощением облажайте, чтоб сны блаженные могли вы видеть. Жизнь лихорадка разной степени и видов, и признаки течения болезни есть одержимость каждого из вас. И люди постоянно бредят, благословенно те, кто бредят о святой свободе, которая плодом святого понимания является. Людская лихорадка способна к превращению. Возбуждение войны вдруг превратится в лихорадку мира. И страстное желание копить богатство может стать страстью к накоплению любви. И это духа алхимия. Ее практиковать вы призваны и научить других ей. И говорите вы о жизни умирающем, живущем же напомните о смерти. Но тем, кто жаждет все преодолеть, вы проповедуете освобождение от приходящих этих состояний. Огромна разница меж обладанием и тем, когда тобой обладают. Ты обладаешь тем, что любишь. То, что ненавидишь, тобой сполна владеет. Уж лучше в плен не попадать. И много есть светил, кроме земли, которые прокладывают курс в пустотах вечных времени пространства. Планета ваша младшая в семье и крепко и здорово то дитя. Неподвижное движение – вот это парадокс. Но таково движение миров в едином Боге. И коль хотите знать, как могут вещи неравные быть схожи между собой, взгляните вы на пальцы рук своих. Случаи забавы мудрых глупые же сами являются игрушкой случая. И жалобы свои всегда гоните прочь, поскольку сетовать на что-то лишь наказанием сделать для себя то положение. Страдать же от него то наказание нести. Поняв ту ситуацию, вы с нею друзьями станете, и долго службу она вам будет верную нести. И часто так бывает, что в олене охотник целится, но промахнется и зайца убивает, о котором он ничего до этого не знал. Охотник мудрый скажет, значит заяц моей мишенью был, в него я целил, а вовсе не в олене, и получил я, что хотел. Точнее цельтесь, и любой вам результат желанным будет. Все, что приходит к вам, все это ваше, а все, что задержалось по пути и к вам никак прийти не может, все то не стоит ожидания, и пусть оно само вас подождет. И знайте, никогда не промахнетесь, коль то, во что вы целитесь, копье само на вас направило. Пропущенная цель всегда достигнутая цель. Пусть сердце ваше не слышит жалоб разочарования. Ведь разочарование это коршун, что в сердце вялым выращен и вскормлен он падалью несбывшихся надежд. Надежда, что сбылась, родник других надежд. Остерегайтесь свое сердце надежде отдавать, коль не хотите на могиле сердца вы слезы проливать. Одна икринка из сотни станет рыбой, но однако все остальные девяносто девять не пропадают зря. Щедра природа и неразборчива она. И вы должны быть щедры и неразборчивы, бросая в сердца людские семена своих идей и чувств. Не ищите вы награды за свой труд, каким бы ни был он. Сам труд награда тому, кто потрудиться любит. Не забывайте слово творящее и совершенство равновесия. Достигнув равновесия совершенства, придя к нему через понимание святое, себя самих вы превзойдете, и руки ваши станут руками Бога. И пусть покой и безмятежность ночи прибудут вас, пока не растворите их в безмятежности вы и покое святого понимания. Так учил я Ноя, так учу я вас. Глава 36. День Ковчега и его ритуалы Послание от принца Бетар О живой лампаде Приближался день Ковчега. С тех пор, как мастер вернулся из Бетарской темницы, Шамадам ходил мрачнее тучи, стараясь ни с кем не встречаться. Но в преддверии праздника он стал заметно оживленнее и самолично руководил подготовкой к нему, не пропуская ни одной детали. Так же, как и день виноградной лозы, день Ковчега растягивался на целую неделю. Проведение торжеств и в этом случае сопровождалось оживленной торговлей всем, чем только можно. По традиции, в день Ковчега монахи забивали молодого бычка и приносили его в жертву. Затем они разводили костер и от него зажигали лампаду на алтаре вместо прошлогодней. Проводил ритуал старейшина. Прихожане помогали монахам, а в конце каждый зажигал свечку от новой лампады. Потом свечки гасили и бережно хранили как оберег. В конце всех церемоний старейшина обычно произносил торжественную речь. Люди, приходившие на праздник в Ковчег, как и в день виноградной лозы, редко не приносили с собой подарков. Большинство приводило бычков, барашков и козлят, якобы для того, чтобы принести их в жертву вместе с бычком Ковчега, но в действительности чтобы присоединить к монастырскому стаду. Новую лампаду по традиции дарил какой-нибудь принц или богатый купец, ведущий торговлю в окрестностях молочных гор. И поскольку вручить такой дар монастырю считалось великой честью и привилегией, и претендентов всегда было много, то в конце праздника проводилась лотерея и выбирался тот, кто будет дарителем на следующий год. Правители и торговцы состязались между собой, проявляя неимоверный пыл и стараясь, чтобы их лампада была лучшей, чтобы они затмели красотой и богатством все предыдущие. В прошлом году жеребья вытянул принц Бетара. Всем очень хотелось увидеть новое сокровище, ведь принц славился щедростью и большой любовью к ковчегу. Накануне праздника Шамадам позвал всех и мастеров в том числе в свою келью и произнес речь, обращаясь преимущественно к мастеру. Шамадам, завтра святой день и нам надлежит вести себя достойно этой святости. В прошлом мы ссорились, но теперь давайте оставим все наши разногласия и распри. Ковчегу не следует замедлять свой быстрый темп или усмирять пыл, или не дай бог совсем остановиться. Я старейшина ковчега. Мне выпала нелегкая обязанность быть управляющим. И кроме того, на меня же возложено и право определять порядки. Обязанности и права были переданы мне по наследству, так же, как в свое время они будут переданы одному из вас, когда я умру. Как я терпеливо ждал своего часа, так подождите и вы. Если я был несправедлив по отношению к Мирдаду, пусть он простит мою неправоту. Мирдад не Мирдада, а Шамадама ты обидел глубоко. Шамадам разве Шамадам не волен обидеть Шамадама? Мирдад обидеть волен, сколь несовместимы оба слова. Ведь себя обидеть значит стать рабом обиды, а нанести обиду другому значит стать рабом раба. Да, тяжек груз обиды. Шамадам Если я хочу быть обиженным, тебе что за дело? Мирдад Разве скажет зуб болящий всему рту до моей боли, что тебе за дело, когда я хочу испытывать ее? Шамадам Ах оставь меня в покое, обрати свой ненасытный взгляд на кого-нибудь другого, а меня не нужно бичевать твоим умным языком. Позволь мне дожить мои дни так, как я жил до сих пор, и трудиться так, как я привык. Иди и строй свой ковчег где-нибудь в другом месте, но этот пусть останется таким, каков есть. Мир огромен, нам обоим в нем хватит места твоему ковчегу и моему. Завтра мой день. Держитесь в стороне и дайте мне сделать то, что я должен, потому что я не потерплю ничего вмешательства. Берегитесь, месть Шамадама страшна, как божественная кара. Берегитесь. Когда мы вышли из кельи Шамадама, мастер покачал головой и мягко сказал, сердце Шамадама все же остается сердцем Шамадама. На следующий день к великому восторгу Шамадама все прошло гладко, с соблюдением всех формальностей и без каких-либо неприятных сюрпризов. Но вот наступил момент, когда нужно было принести в дар новую лампаду и зажечь ее. Сквозь плотно стоящую толпу богомольцев, с трудом прокладывая себе путь, к алтарю приближался высокий статный человек, одетый во все белое. Топа всколыхнулась. Все переговаривались и спрашивали друг у друга, кто это. Говорили, что он посланник принца Бетара, принесший новую лампаду. Всем не терпелось увидеть новое сокровище. Шамадам низко поклонился посланнику, полагая, как и все остальные, что тот принес бесценный дар ковчегу. Но человек в белом что-то тихо сказал Шамадаму, затем достал из кармана лист пергамента и обратился ко всем присутствующим. Он объяснил, что у него послание от принца Бетара Бетара, который он наполномочен передать всем нам, и начал читать. От прежнего принца Бетара всем жителям молочных гор, пришедшим на праздник ковчега с миром и братской любовью. Вы все являлись свидетелями моей страстной приверженности к ковчегу. И поскольку мне выпала честь подарить монастырю лампаду в нынешнем году, я не пожалел ни денег, ни сил, чтобы дар мой был достоин ковчега. Мои старания были вознаграждены, ведь лампада, на которую я потратил значительную часть своей казны, над которой работали мои лучшие мастера, получилось воистину изумительной. Так думал я до некоторого времени, но я заблуждался. Бог смелости велся надо мною и даровал мне прозрение. И я увидел, как непритязательно и скудно на самом деле сие творение, которое я почитал сокровищем и которое, будучи выставлено на показ, обнаружило бы перед всеми мою презренную бедность. Он не послал мне встречу с лампадой ослепительной и неугасимой, лампадой непревзойденной красоты, которая никогда не померкнет. Узрев ту лампаду, я устыдился своих мыслей о том, что моя собственная лампада имеет какую-то ценность и повелел уничтожить ее. Та лампада, что показал мне Бог, живая. Не человеческие руки сотворили ее, но руки Всевышнего. Я с радостью представлю ее вам. Пусть она ублажает ваш взгляд и от нее вы зажжете свои свечи. Она совсем близко от вас. Имя ее Мердат. Да будьте достойны вы его света. Едва посланник вымыл последние слова, как шамадам, который стоял рядом, вдруг исчез, как призрак растворился в воздухе. Имя Мастера волной прокатилось по огромной толпе, как порыв мощного ветра проносится по непроходимому лесу. Все желали видеть живую лампаду, о которой принц Бетара говорил в своем послании. Вскоре все увидели Мастера, поднимавшегося по ступеням на алтарь, чтобы приветствовать собравшихся. Тысячи глаз были устремлены на него, и тысячи ушей с жадностью ожидали его слов. Тогда Мастер произнес глава тридцать седьмая. Мердат предупреждает народы о потопе огня и крови, указывает путь, как можно избежать потопа и отправляет ковчег в плавание. Что ждете от Мердата вы, отделанную золотом лампаду, что украшать должна алтарь. Мердат не золотых дел мастер и не ювелир, но он маяк и небеса. Быть может, вы хотите оберег получить, что будет охранять отпор через глаза. Есть амулетов много у меня, но все другого рода. или жаждете вы света, чтобы безопасно был ваш путь. Воистину, как странно, у вас есть солнце и луна и звезды, и все же боитесь вы споткнуться и упасть. Выходит, что глаза не служат вам проводниками, или свет тот слаб и ничего не видно в темноте. Но кто из вас хотел бы жить без глаз? И кто способен солнце обвинить, что мало света излучает? И что же есть у вас в глазах, что помогает ногам не спотыкаться на пути, но сердце позволяет ошибаться и кровью истекать, тогда, когда оно так тщетно ищет путь? И что ж это за свет, что наполняет взгляд, но оставляет дух пустым и темным? Что ждете от Мердада? Если вы стремитесь видящее сердце обрести и дух, что светом полон, ожидание не тщетно ваше. Ведь именно о сердце и о духе человека заботится Мердад. И что вы в виде дара на день ковчега принесли, на славный день преодоления? Козлов, баранов и быков? Нет, слишком дешево хотите заплатить вы за свободу. Так дешево спасение не купишь. Не велика же честь корову превзойти. И право стыдно несправедливо купить несчастного барана за вашу собственную жизнь. Что вы такого совершили, чем можно было поделиться, чтобы дух сегодняшнего дня упрочить, укрепить дух веры обновленной, дух истинной любви? Вы множество молитв пробормотали и множество обрядов провели, но каждый шаг сомнения сопровождали и ненависть аминь в конце молитв произносила. И разве здесь мы все не для того, чтобы почтить победу над потопом? Но как вы можете победу праздновать? Победу ту, что победила вас? Ведь покорив свои глубины, Ной не покорил глубины ваши, он только путь вам указал. Глубины вашей ярости полны и угрожают затопить вас. Пока не усмирите свой потоп, не будете достойны Дня Ковчега. Вы все одновременно есть потоп Ковчег и Капитан Ковчега. Настанет день, сойдете вы на сушу, на берег омываемой водой. До этих пор не торопитесь праздновать победу. Хотите знать, как превратился человек в потоп для самого себя. Когда же воля все единая Адама наполовину разделила, чтоб мог он знать свое единство с Богом, тогда Адам стал женщиною и мужчиною, Адам она и он Адам. В тот миг поток желаний захлестнул его. Твой результат дуальности желания столь многочисленные, столь разнообразные, великие на столь и расточительные, что человек стал судном без команды, плывущим по волнам желаний. Как только в вышину, где голова кружится, его волна поднимет, сразу же другая на дно спешит корабль тот увлечь. Ведь двойственное его желание, как сам он тоже в паре. Хоть кажется, они в противодействии, но истинно друг друга дополняют. Невежды думают, что бой идет между ними, и перемирие невозможно ни на миг. Вот тот поток, с которым призван человек бороться час за часом, день за днем, всю жизнь свою, нелегкую из-за дуальности. Вот тот поток, что вырывается из сердца, как фонтан, и вас потоком он своим смывает. Вот тот поток, чья радуга не высияет в небе вашем, пока оно с землей не сочтется священнейшим союзом, пока они одним не станут. с с тем, с с Когда Адам себя посеял в Еве, он пожинает в качестве плодов одни лишь ураганы, наводнения. Когда же страсти на земле бушуют, тогда и жизнь теряет равновесие, и люди утопают день за днем в водоворотах страсти, стремясь к восстановлению баланса. Однако же баланс тот будет восстановлен лишь тогда, когда соединит желание человек в одно, любви из них замесит тесто, а после хлеб святого понимания испечет. Потоп, что землю наводнив в дневное, не первым был и не последним, что человечеству известно. Он лишь установил высокую отметку среди потопов, что опустошали землю. Потоп огня и крови, что скоро разразится, воистину отметку тупо кроет. Готовы на поверхности остаться? Или утонуть придется вам? Увы, вы слишком много груза на себя берете. Увлечены стяжанием удовольствий, что полной боли, слишком заняты строительством дорог, ведущих в никуда. Поглощены вы сбором семян у жизни на задворках. Вам даже некогда взглянуть на жизнь саму, пусть даже в скважину замочную. Как тут не утонуть, мои бездомные бродяги? Вы рождены, чтоб в облаках парить, пересекать пространство и крыльями Вселенную обнять. Но в клетку посадили вы себя. Сидите в заперти у стойких убеждений, что ваши крылья подрезают, портят зрение и обоняние притупляют. Как сможете вы избежать грядущего потопа, мои бездомные бродяги? Вы образ Бога и подобие Его почти что уничтожили, и образ, и подобие. Божественную высоту вы в росте, в развитии так задержали, что не сыщешь и следов ее. Или к Божественной вы грязью забросали и спрятали под масками шутов. Как встретитесь лицом к лицу с той бурей, которой сами же вы дали волю, мои бездомные бродяги? И если не услышите мир Дада, земля для вас останется могилой, а небо будет только покрывалом. Тогда как Мать-Земля должна быть колыбелью, а небо троном королевским стать должно для вас. И вновь я повторю, вы и потоп, вы и ковчег, и рулевой. Из страсти вашей тот потоп, а тело является ковчегом. И вера вам указывает путь. Но через все проходит воля, а понимание все объединяет. Вам стоит убедиться, что ваш ковчег для плавания пригоден. Не нужно только тратить без остатка на это жизнь свою, иначе время действий так и не настанет. И проржавеет ваш ковчег, и он затонет, едва лишь будет спущен на воду. Удостоверьтесь, что капитан ваш знает что и как, и что во время бури он спокоен. И первым делом отыщите вы истоки наводнений. И научите волю их вы постепенно осушать. Тогда потоп ослабнет и сякнет навсегда. Сожгите страсть до тла, пока не поздно, пока в пылу страстей вы сами не сгорели. И не заглядывайте страсти в рот, чтоб убедиться клыгитом или медом смазанной губы. Пчела, нектар цветочный собирая, прихватит вместе с медом яд. И не смотрите страсти вы в лицо, красиво ли оно или ужасно. Личина змея-искусителя для Евы привлекательней была, чем Бога лик небесный. И на весы вы страсть не ставьте, чтоб вес ее установить. Кто станет сравнивать по весу корону с горной вершиной? А все ж корона тяжелее, чем гора. На свете страсти есть, что гимны небу днем поют, а ночью кусают, жалят, спать вам не дают. И страсти есть, наполнены весельем, но присмотритесь только, и поймете, что смех их порожден гримасой твое, что горе корчит. И страсти есть приятные для глаз, манерные и послушные, грациозные. Но обратятся вмиг они в голодных волков, ковары не будут, чем гиены. И есть страсти, что сочатся ароматом розы, пока ты их не трогаешь. Однако, как только их коснешься, смрад разложения начинает источать. Не разделяйте ваши страсти на добрые и злые, то напрасный труд. Добро без зла не существует, плохое пустит корни лишь в хороших. Едино дерево добра и зла, едиными являются плоды его. Не можете вы вкус добра познать, одновременно не отведав зла. И грудь, что жизни молоко дает, все та же, из которой смерть сосете. Рука, что вашу колыбель качала, все та, что выроет могилу вам. И такова, мои бездомные бродяги, дуальности природы. Не будьте же тщеславны и упрямы, надеясь это изменить. Не будьте же наивны, пытаясь разделить наполовины, чтобы взять с собой то, что вам по нраву, и выбросить другое. Хотите приручить дуальность вы? Тогда поймите, что нет хорошего и нет плохого. Да разве жизни сок и смерти не прокис у вас во рту? И разве не пора вам рот прополоскать? И не хорошим или плохим, а тем, что превосходит их обоих? Да разве не пора вам вожелать плодов не сладких и не кислых, а тех, что с древа сорвано другого? Не с дерева добра и зла. Вы от когтей дуальности хотели бы освободиться? Тогда срубите дерево ее, то древо добра и зла, и выкорчите без остатка, выньте стволы ветви из сердца вашего, чтоб семя жизни Бога человека, чтобы семя святого понимания, что за пределами добра и зла могло там прорасти. Безрадостно послание Мердада, воскликнет кто-нибудь из вас. Лишить Мердад нас хочет предвкушение утра. Он хочет сделать нас немыми, безразличными свидетелями жизни, когда же мы хотим бороться шумно. Да, борьба сладка, не важно, что поставлено на карту. Сладка погоня, даже если цель недостижима. Так говорите вы в сердцах, того не помня, что сердце это ведь совсем не ваше, пока добро и зло им управляют. «Хотите стать хозяином вы сердцу своему?» Тогда угомоните страсти. «Все доброе и злое все вы вместе соберите, замесите тесто на любви и в печь святого понимания поставьте и испеките хлеб. Его ответов увидите, что парадоксы все едины в Боге. И не тревожьте мир, ведь он и так в тревоге». «Каким же образом вы сможете набрать воды прозрачной из колодца, в которой постоянно мусор вы бросаете и грязь? И может ли вода в пруду быть чистой и прозрачной, когда мутят ее ежеминутно? И не ищите вы покоя в тревожном мире, коль скоро не хотите тревогу отыскать. И не ищите вы любви в том мире, где ненависть бушует, коль скоро не хотите вы ненависть найти. И не стремитесь к жизни в мире, который умирает, коль не хотите смерть на двор пустить. Ведь двусторонний мир ничем не может иным вам заплатить, как двусторонние монеты. Однако стоит вам искать внутри себя то бесконечное пространство, то самое божественное «я», что мирным пониманием богато. И не просите ни о чем, чего бы у себя не попросили. Не требуйте того, чего не позволяете другим потребовать от вас. И что вы можете просить у мира, коль с миром вы в согласии живете, коль скоро с ним договорились, что он вам будет помогать преодолеть потоп и землю ту найти, которая навек рассталась с болью и с небом, с бесконечной любовью в божественным союзом сочеталась, и брак, чей понимание святое благословило. Что просите вы? Деньги, славу, власть? А может, то престиж и уважение? А может, то амбиции короны или надежда, что сбылась? Но это-то и есть исток потопа вашего. Держитесь в стороне от них, мои бездомные бродяги. Держитесь в стороне. Остановитесь. Успокойтесь. Прозрачны будьте и чисты. А будете чисты вы и прозрачны, увидите вы чистый и прозрачный ясный мир. Когда научитесь вы видеть ясно сквозь этот мир, тогда поймете, насколько бедно и бессильно то, что можете от мира получить. Лишь тело ваше может дать вам мир. Ковчег, в котором бороздите море жизни, разделенный пополам. Его не можете отдать вы никому. Вселенная ответственна за то, чтобы снабдить вас телом, поддерживать его, хранить в порядке и здоровье, чтоб могли вы потоп преодолеть, чтоб ваше тело было таким жестоким и непобедимым, каким у Ноя был ковчег. А вот зверей внутри на привязи держать и ими управлять, как Ной на привязи держал зверей и ими в совершенстве управлял. Вот это дело ваше, только ваше. И в сердце веру сохранять, что помогает видеть и бдение хранить. Поставить у руля ту веру стойкую, что к воле всеединой вас приведет к воротам сада райского. Вот это дело ваше, только ваше. И волей твердой обладать, что капитаном вашим станет, желанием преодолеть и время, и пространство, стремлением вкусить плодов святого понимания, которые на древе жизни зреют. И это дело ваше, только ваше. Да, с Богом неразрывно связан человек. Любое направление, кроме этого, не стоит и труда. И что с того, что путь ваш долог и буря с ног валит? Да разве вера ваша, чистосердечная и остроглазая, вам не поможет бурю обойти? Однако торопитесь. Ведь время то, что тратите вы на безделье, то время боли и страданий. И даже те, кто занят целый день с утра до вечера, на самом деле тянут время. Да, говорю я вам, вы все строители и капитаны. Задание дало вам бесконечность, чтоб научились вы вселенной океан бескрайний бороздить, которым вы являетесь по сути, и бытия безмолвную гармонию в нем отыскать, которая зовется Богом. И должен центр быть, ведь из него расходится все и вокруг него вращается. И если человека жизнь циклична, и Бога в центре можно отыскать, тогда должны вы потрудиться, чтоб постоянно в центре быть. Все остальное лишь бесцельное блуждание, хоть и пропитано малиновое испаренное оно. У Мирдада есть задача – человека вести к его судьбе. Друзья, смотрите, он снарядил для вас ковчег прекрасный, заботливо построенный, с командой отличный. Не тот ковчег, что кое-как построен из досок и железа, предназначен для ящериц и птиц, но тот, который построен из святого понимания, который станет майком для ищущих свободы. Его балластом будут невинные кувшины и еда, а сердце, полное любовью ко всему на свете. А груз его не земли и жилища, да всякий скарб, не золото и бриллианты, а души, тенелишенные, окутанные светом и свободой понимания. Пусть тот, кто хочет отдать швартовы от земли, кто хочет стать единым, кто жаждет сам себя преодолеть, садится на корабль. Ковчег готов, попутный ветер, море тихо. Так учил я Ноя, так учу я вас. Собравшиеся стояли, не шелохнувшись, и слушали, затаив дыхание. Мастер замолчал, и шорох пронесся по толпе. Прежде чем спуститься с алтаря, мастер призвал к себе семерых, взял арфу, и они запели гимн новому ковчегу. Остальные подхватили мотив, и, ширись и нарастая, к небу полетел благозвучный припев. «Бог твой капитан, плыви, о мой ковчег!» Так заканчивается та часть книги, которую мне разрешено представить миру. Что до остального, то его час еще не настал. Михаил Найми. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok